Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. У нас некоторые изменения в программе. Сегодня по программе должен был лекцию про честь профессора Огородников. А после него должен был быть в 2010 круглый стол, посвященный забастовке. С участием товарища Бобина, моего и товарища Ласьковского. Так вот, поскольку товарищ Огородников заболел, то Валерий Александрович Мордовин и Диана Романова попросили меня провести более полное занятие, посвященное забастовкам, что мы будем делать. Значит, здесь присутствует, во-первых, товарищ Васьковский, председатель, председатель профсоюза шахтеров Донбасса. В этот профсоюз сейчас входят пять полноправных, вечных профсоюзных организаций, а остальные находятся в стадии становления. Причем те, которые имеются, уже совершили такие действия, которые широко известны, как мощные действия, которые позволили получить зарплату тем, кто ее годами не получал. Об этом будет, я думаю, что сегодня товарищ Васьковский расскажет, но он расскажет не только о самом этом факте, а о том, что этот факт сам не рождается. Это он родился, этот факт, в результате соответствующей работы и борьбы. Слева от меня сидит товарищ Бобинов, который не менее известен в интернете своими роликами. И не только роликами, а он известен еще своей такой бескомпромиссной борьбой с теми, кто ущемляет интересы медиков. Сегодня самый, так сказать, малозащищенный и стоящий на переднем краю нашей жизни отряд трудящихся. И он же является председателем профсоюзной организации, профсоюза действия поликлиники номер 52 Санкт-Петербурга, а также членом Совета всего профсоюза действий. Так что у нас тут, я не знаю, член Совета, председатель профсоюза, ну и я, так сказать, самый, что ни на есть в профсоюзном отношении, нестилованный, но я являюсь президентом фонда рабочей академии, который был зарегистрирован в 1994 году Министерством юстиции Российской Федерации. И этот фонд своей профсоюзной деятельности довел дело до того, что нами была вот с товарищем Федотовым, он был подготовлен с товарищем Федотовым, который является, являлся председателем правкома морского докеров, правкома докеров морского порта Санкт-Петербурга, потом начальником консалтинга правового отдела этого правкома докеров. Потом он стал первым заместителем председателя правкома ЗАО «Первый контейнерный терминал», и вот сейчас в этой должности работает, так что он у нас ветеран профсоюзного движения и вице-президент фонда рабочей академии. Вот в свое время мы вместе с ним, чувствуя, что надвигаются времена, когда появятся люди, которые начнут изучать, как организовывать забастовки, написали вот такую книгу. Она называется «Попов и Дотов. Введение трудового спора за заключение коллективного договора, соглашения». А сверху написано «Федерация профсоюзов России, Объединение рабочих профсоюзов защита труда, Портовая организация Российской профсоюзов докеров морского порта Санкт-Петербурга и Фонд рабочей академии». И вот в этой книге, кроме всяких советов, рекомендаций и указаний, как действовать, и ссылок на закон, имеются все необходимые формы документов, с начала и до конца, полный комплект. Я, пользуясь таким торжественным случаем, меня спрашивали, какой будет праздник сегодня. У нас праздник, посвященный тому, что вопрос о забастовках стал насущным вопросом нашей жизни и борьбы. Поэтому я вот нашим организаторам, наиболее выдающимся нашей борьбы, значит, передаю подарок по экземпляру. А то они все время доказывают, что у них ничего нет, некоторые особенно, кто слева сидят. Что их нету, нечем пользоваться, ничего мы не знаем, ничего не понимаем. И так далее. Хочу сказать, что, как вы понимаете, любое дело, оно требует большой подготовки. И к нему длинная дорога. Вот для того, чтобы это сделать, надо было в этом разбираться и участвовать. Я, кстати, участвовал в организации забастовки, крупнейшей, которая была почти полтора года, в порту, как консультант профсоюза докеров морского пункта порта Санкт-Петербурга. И сейчас я являюсь консультантом правкома докеров АО «Первый контейнерный терминал». И вот это потребовало от нас подготовки всех необходимых материалов и документов, чтобы все люди, которые соберутся изучать, а вот они тут и собрались, все люди, которые изучают, чтобы они имели все необходимые материалы. Значит, какие материалы еще есть по этому вопросу? Ну, есть маленькая книжечка, еще более ранняя. Вот она называется «Казан Паков». Казан бывший рабочий завода Светлана, а потом заместитель генерального директора Светлана машиностроения. Вот мы с ним написали такую маленькую книжечку «Азбука за басовочной борьбы». Это было в 96-м году. А это вышло? В 2005-м. А это в 2005-м. Видите, какие сроки. А в недавние годы мы вывесили на сайте… Да, кстати, хочу сказать, что вот эта книга некоторые товарищи смотрят, а как бы нам почитать? Очень просто. Заходишь на сайт Фонда Рабочей Академии. На сайте Фонда Рабочей Академии есть раздел «Коллективные споры». Открываешь, и там эта книга в электронном виде лежит. Лежит, можно сказать, без особенно частого использования, поскольку как бы вопрос о том, что дайте нам, он стал вот сейчас острым. Особенно сейчас. А до этого, так сказать, все вот мы написали, лежит, висит и так далее. Особенно никто и не обращается. Более того, на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии вывешено два очень больших интервью с председателем Федерации профсоюзов России, президентом Федерального профсоюза и диспетчеров, который вполне может соревноваться с докерами по числу забастовок, а может быть, так сказать, и даже выигрывать по этой части, поскольку вот профсоюз и докеров сейчас это в меньших масштабах, а вот профсоюз и диспетчеров высочайших достиг высот в этой работе, причем какие только ухищрения не делали товарищи авиадиспетчеры, которым бастовать вроде бы и запрещено. Поэтому они как раз из тех, которые говорят, а как нам быть, если у нас все запрещено? Ну вот это отдельный разговор. Во-первых, об этом рассказывает сам президент Федерального профсоюза и диспетчеров на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Там есть видео с ним. Два видео больших, которые сделают наши московские товарищи, записали это все. И это может каждый посмотреть и так сказать, получить информацию из первых рук, а не из вторых. Это раз. Во-вторых, там висят мои лекции по двум курсам. Лекции я читал в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре на отделение конфликтологии по двум курсам. Один курс называется «Социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования». Таких лекций 15. Вот они все вывешены там. А вот товарищ Порошин, член Рабочей партии России, взял на себя такую инициативу, взял и расшифровал эти лекции. Поэтому есть тексты еще в каждой лекции. А второй курс называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Этот тоже курс вывешен 16 лекций по полтора часа. По полтора часа. И товарищ Порошин эти лекции все расшифровал и все они вывешены. Значит, набираешь Московское отделение фонда рабочей академии, все поисковики сразу дают. После этого набираешь профсоюзная борьба. Там смотришь вот эти курсы и лекции. Так что у нас некоторые товарищи спрашивают «А где? А как? А как готовиться к занятиям, к экзамену? Как? Вот здесь можно сказать, что по вопросу забастовки мы подготовлены лучше, чем по всем другим курсам. У нас все есть. Остается дело за а за изучением и б за превращением этого в действительность. В плане нашей работы с прошлого года находится круглый столб по забастовкам. В прошлом году мы его проводили в таком же составе и в этом году мы его проводим. Но по обстоятельствам как известно всякое явление имеет положительную отрицательную сторону. вроде была опасность, что у нас пропадет целый час, но он не пропадет, он будет посвящен вопросу о забастовках. Вот этот круглый столб. Как мы его построим? Построим мы его следующим образом. Но я обозначу вопросы главные, которые надо оснать. Является ли забастовка самоцелью? То есть забастовка цель или средство? Это первый вопрос. А второй вопрос можно ли заключить хороший коллективный договор без забастовки? Два. И третий вопрос как подготовить и организовать забастовку? Ну и вот кроме всякой теории, которую я тут представляю, существуют у нас люди и здесь они представлены, которые на практике это осуществляют и поэтому им есть что на эту тему сказать и соответственно тоже ответить на те вопросы, которые будут. Значит, товарищи, которые здесь присутствуют, члены учащиеся Красного университета, имеют право задать любой вопрос, какой бы он ни был, и на него будет дан ответ. Это раз. Во-вторых, неплохо было бы, если с товарищем есть что сказать по этому поводу. Раз это круглый стол, то он не квадратный. То есть, можно спокойно выступить каждому и высказать свое мнение как по вопросу по существу, так и по форме того, что мы будем излагать. Может быть, что-то мы не раскрыли или что-то надо пополнить или что-то надо поправить или что-то конкретизировать с учетом потребностей, которые есть. То есть, мы с вами располагаем до 20 часов мы с вами проводим первую часть, потом 10 минут перерыв и, значит, до 21 часа ведем наш круглый стол. И я думаю, что это будет очень интересно и тем, кто здесь сидит, и очень интересно тем товарищам, которые будут смотреть. Потому что сейчас вот наступил такой момент, в ситуации мы это чувствуем все, что уже если люди раньше им объясняют, что они отворачиваются. А сейчас они прямо рут и, так сказать, из себя вытаскивают. А как, а как сделать, а что, и так далее. Поэтому смотреть будут очень хорошо. Ну и я думаю, что очень поэтому важно и ваше участие, поскольку пока другие только собираются, вот уже люди сидят и изучают этот вопрос. Изучают, разбираются, задают вопросы, выясняют, и так далее. Не откладывая ни на какое завтра. Потому что без этого завтра не наступит. Хорошие, счастливые завтра не наступит, если не будет соответствующей борьбы. Вот все, что я хотел сказать вначале, и сейчас я передаю слово товарищу Васьковскому Александру Евгеньевичу, чтобы он... Я правильно понимаю, что надо переключить него? Повесьте, пожалуйста. Товарищу Васьковскому. Он, между прочим, является исполняющим обязанности председателя Донецкой, Верховного Совета Донецкой Народной Республики. Так что он многоопытный товарищ. Вот. И не случайно он занимается этими проблемами. Давно, много и с результатами. Пожалуйста, Александр Евгеньевич, потом будет слово дано вам тому, кто красный, самый красный. Получается, все известные события на Дубасе произошедшие в 2014 году. Чуть-чуть погромче. Этим событием происшествовало примерно такое же время, как и сейчас в России. Сейчас в России все ухудшается. Раньше у нас рабочие, в основном это шахтеры, металлурги, другие рабочие соответствующих отраслей. Были довольно высоко оплачиваемы товарищами. Средняя зарплата где-то тысяча долларов. Это позволяло ввязываться в ипотеки, покупать машины. И никто особо так не думал о борьбе за свои какие-то интересы. В принципе, более-менее всех устраивало. И с тех пор, как в Киеве произошли известные события, когда крупный финансовый капитал решил убежать. Наверное, так Михаил Васильевич меня поправит от надвигающегося кризиса развязывания войны в Донбассе. Все это изменилось. Крупный финансовый капитал решил на Украину прибежать. Или прибежать. Да, из других стран. Отдельная тема. Если что будет вопрос, я, конечно, отвечу. И в миг все изменилось. Те, у кого были ипотеки, кредиты на машины, сначала обрадовались, что банки-то все украинские, а Украина сейчас с нами воюет, поэтому можно не платить. Кто-то, конечно, с перепугу пытался платить. Вот сейчас уже никто не платит. но эти эйфории первых побед, даже может среди тех, кто там не участвовал в референдумах, каких-то действиях по организации и становлению республик, все оказались в таком депрессивном состоянии, когда дорвавшиеся до управления у нас осенью 2014 года произошел переворот, по большому счету республики-то объявили, объявили их народными и во многих первоначальных документах, но в Луганской Народной Республике это не так ярко было выражено, в Донецкой Народной Республике в основном ее законе декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики прямой запрет был закреплен на присвоение результатов чужого труда естественно это сейчас не соблюдается и осенью на основании известных там минских соглашений, которых еще называют минским сговором произошел переворот, пришли к власти другие люди, всех несогласных, кого там арестовали, кого убили, кто отправился в политиммиграцию и с этого момента началась эпоха так скажем сверхэксплуатации, когда цена рабочей силы упала в несколько раз и этого оказалось мало всем, кто причастен к этой эксплуатации, контролю за эксплуатацией, за всякие правоохранительные органы, так называемые в кавычках, дошло до того, что перестали вовремя платить заработную плату, долги по заработной плате шахтерам, металлургам и другим рабочим Донбасса доходят до пяти, до шести месяцев на отдельной шахте 22 месяца не платилась вовремя заработная оплата и это создало благоприятное, не совсем подходящее слово создало условия для коллективных действий. К тому времени я уже познакомился с Михаилом Васильевичем, как и вы, поучился в Красном университете. Ты сначала думал, что у вас там новая порода людей, которые не месяц могут прожить безюля, а 22 месяца? Вы видели? Нет. Мы еще были, как товарищ Пучков говорит, у него такое выражение есть малолетние дебилы, да, вот как бы не надо сейчас еще второе оболчение собрать, опять митинги на площади Леяна, опять этих выгнать и опять снова, да. Да, пока вот умные люди не объяснили, что без организации рабочего движения, без опоры на рабочее движение, без партии рабочего класса все это не делается. Все это добрые пожелания, которые по сути не страшны нашему классовому врагу. Вот, примерно год назад мы здесь собирались круглым столом, проговорили эту проблему, Михаил Васильевич разжевал, что такое приостановка работы, что такое забастовка работы, выпустили газету «Шахтер Донбасса». Выяснили, что не все является забастовкой и не обязательно забастовкой выходить. Да, да, но забастовка это более сложное коллективное действие, чем приостановка работы, но по крайней мере такое простое действие, как приостановка и то у нас вызвало массу проблем. То есть тут, например, рабочих держат на цепи, что у тебя ипотека, кредиты, и он боится потерять работу и боится приступать к каким-то коллективным действиям. На Донбассе этот момент буржуазия развернула в другом ключе, что сейчас идет война, военные действия, какие-то либо забастовки или приостановки работы, это саботаж, это 15 лет тюрьмы и очень сильно пытались этим делом пугать рабочих и сдерживать борьбу за свои интересы. Где-то месяца за 3-4 мы эту информационную преграду сломали. Дело в том, что уголь Донбасса питает 90% теплоэлектростанции Украины, которая ведет войну против Донбасса и 100% коксохимических заводов Украины. То есть, по большому счету, шахтеры Донбасса могут остановить полностью коксохимию, коксохимию, если остановится, остановится металлургия, нечего будет делать снаряды, танки и так далее. с такими разъяснительными статьями, призывами. И прояснили, что правовая основа для организации коллективной версии и приостановки работы такая же, как в России и в Донецкой и в Луганской республике. Все эти разговоры, что у нас нет прав, есть ли права? Да, есть. Я тебе права были указаны, где они записаны, опубликованы, где есть широким тиражом. Даже эту горе пытались изымать. Да, вас будет возбуждать уголовные дела. Генеральную прокуратуру России, с учетом такого обстоятельства, что на сегодняшний день, скажем, руководители Донецкой все имеют российские паспорта. Поэтому на них можно пожаловаться не только в Донецкой народной республике, но и Генерального прокуратура России. Да. Вот. И в начале этого года уже у нас пошли первые «Ласточки», первая короткая приостановка работы была на шахте «Ясиновская» «Глубокая», потом на шахте «Засядька», потом следующие уже более известные это в Луганской народной республике шахта «Неконурновая». Там шесть дней шахтеры просидели под землей и почти добились уже большей части выплаты, но все остальное им пообещали на бумаге. Их очень смутило, что к ним приехали первые лица республики, они седали только по телевизору и видели тут приехали лично, начали общаться, обещать, и они уже развесили и так эти обещания одного маги остались, никто эти обещания не выполнил. Следующая забастовка была на шахте Комсомольская в городе Антрацит, тоже Луганская народная республика. С учетом уже этого обстоятельства, и поэтому они уже добились полностью выплаты текущего долга. Уже это дело подхватили и металлурги, были короткие приостановки на Алчевском металлургическом комбинате и на Макиевском металлургическом заводе. то есть дело пошло. И просто пошло в результате вот этой мощной акции на карте Комсомольской пришлось специальные документы сдать руководителю республики о том, что все будут платить и все будут платить. Вот люди вышли из-под земли и получили деньги на карточку все. Да. Но теперь они начинают в Донецке рассказывать, что Донецкой контрольной республики своего трудового кодекса нет, поэтому пользуются еще кодексом законов о труде украинском. И там все эти нормы есть и право на приостановку работы. И говорят инспекция государственная по труду разъясняет, что этот кодекс неправильный, он не работает, вот поэтому приостановка никто не имеет права на приостановку, вот если есть долг по зарплате, то идите пожалуйста в прокуратуру, в суды, вот, трудовый кодекс, который есть в Луганской народной республике, приняли быстренько поправку, которая говорит, что приостановка работы как норма закона есть, но во время военных действий она временно не работает. в Донецкой народной республике так называемый народный совет принял изменения в уголовный кодекс, в котором отменил уголовную ответственность за невыплату заработной платы более двух месяцев, то есть пошло такое определенное противодействие, то есть там где буржуазия начала проигрывать, они немножко перегруппировались, вот уже сказки про саботаж уже не действуют, потому что мы тут же говорим, ну если саботаж, то начинайте судить тех, кто возит уголь врагу, или электроэнергию отправляют, или металл. Кто не платит зарплату, это заработает? Или кто не платит заработную плату, поэтому мы сейчас немножко тоже в ответ на их действия перегруппировались, еще один момент, что еще еще вот один момент, который вы мне рассказывали, очень важный, что умудрили совершающих сделать такое решение руководящего органа, что если работник выиграл в суде, да, мораторию на исполнение решений судов по зарплате, решений судов по зарплате, то есть если вы подали в суд, получили решение положительное, а нам будет мораторию, что нет мораторию, они будут выполнены, решения формы, то есть такая беззаконие в законной форме, да, а не можно это просто так взять и обменить, значит, обменить нельзя, мораторию, временно пока, приостановлено, как приостановить решение судов, есть судебная власть, есть закон? Ну, это, собственно, сыграло тоже и положительную, в этом отрицательном мы нашли положительное, в каком плане, что приостановка работы, она носит индивидуальный, единичный характер, потому что каждый работник должен написать приостановку, желательно, чтобы их было много, тогда это вроде похоже на коллективное действие, но все равно оно получается собрано из индивидуальных таких моментов. Мы еще объясняли товарищам в газете, в газете объясняли, там, где шла работа с шахтерами, что, собственно говоря, здесь и эти документы не нужны правового характера. Это что такое? Это заключение сделки, это трудовой договор между рабочим и работодателем. В чем у нас состоит трудовой договор во всех странах, он есть, капиталистическим. Я вас знал. мы договорились, вы работаете, я плачу. Я не плачу, вы не работаете. Ничего не надо, даже трудовой договор, если одна сторона его не выполняет, то другая тем самым освобождена до выполнения этого. То есть мы договорились, я ему плачу. Видите, у меня честные глаза. А он посмотрел мои честные глаза, хорошо, и работает, работа, месяц работает, второй, потом раз остановился. я говорю, почему это вы остановились? А я не остановился, я просто жду, когда вы выползите зарплату. Жду, я ничего не делаю, ничего не мешает никому, не шумеет, не требует, просто ждет. А когда начнете? Завтра принесут, завтра начнут, сейчас принесут, сейчас принесут. Сейчас же быстро все делается на карточку, пусть переведут, карточку у меня в кармане. Я как посмотрю, пришло и сразу все, приступил, пошел. То есть, поэтому тут даже далеко в какие-то юридические зебры не надо углубляться, но люди должны понимать, что если мы продавцы рабочей своей силы, то если покупатель вам не заплатил, а вы все продолжаете продавать ее, ну пойдите так в магазин, получите там за кем будут гнаться? За вами, если вы не заплатили. Правильно? Ну так надо догоняться, то вот где саботаж, надо догоняться правоохранительным органом за теми, кто не заплатил. Правильно? Потому что он уже свое дал, он отработал, а ему не заплатили. Кто жулик? Кто не заплатил? Жулик надо ловить и в тюрьму. Но не так. Наш трудовой кодекс российский обязывает, обядывает. Во-первых, это выплачивает, во-вторых, 142 статья означает, что если работнику не заплатили 15 дней, не заплатили, 15 дней, более 15 дней, он вправе остановить работу до получения зарплат, уведомив об этом свою администрацию. Ему письменно, наблюдающая золотой каемочкой должны принести бумагу о том, что уже Иван Иванович, выходите, пожалуйста, завтра на работу, потому что он завтра будет прямо с утра выплачивает зарплату. Он говорит, да я с удовольствием, как раз он отдохнул, сидел на рабочем месте, капитан прочитал, почему бы не пойти. Вот какая картина тут получается. Поэтому, более того, мы же рассматриваем и специфические политические условия, специфические политические условия, так, это все Минские соглашения, траля-ля, на самом деле все руководства Луганской и Донецкой Республики, они получили все российские паспорта, и их теперь не трожь, потому что с одной стороны не трожь со стороны других государств, а с другой стороны если они будут нарушать законы России, вам уже не надо обращаться в Донецкий орган, мы прямо в Генеральную прокуратуру сюда. Вот и все. То есть картина тут очень ясная, простая, юридически, твердая. Ну и самое главное, те, кто делали все грамотно, наиболее грамотно сделали на Шахте Комсомольской, они никого не послушали эти обещания. Ну вам уже годами обещают, вы все слушаете, но это раздет. Это уже о ком говорит плохо? Вот мой товарищ тоже, юрист, говорит так, значит, Тимонин Анатолий Владимирович, он учился в Академии гоникарного образования, я был моим дипломником. Он теперь руководитель фирмы и член Работной партии России. Он говорит, вот вы с кем-то договорились встретиться и его ждете. Так вот, 15 минут ждут дураков. Первые 15 минут, а вторые 15 минут уже ждут дураки. Поэтому, ну вы подождали, он мне платит, ну все, все, что вы ждете? Ну что вы ждете? Это уже получается, что в дурацком положении оказывается, теперь виноват кто? Вот что мы должны говорить? Кто виноват? Тот, кто не платил? Ну тот, кто не платил, виноват. Ну а вы-то почему продолжали работать, скажите, пожалуйста. То есть вам не платят. Так? А вы продолжаете работать. Стоит так? Стоит так. Или примерно так, вы выходите. Приходили в магазин, взяли одну кружку, потом я принесу деньги. Потом завтра пришли, вторую кружку. Я принесу деньги, третью кружку. Ну если те люди, которые там вам так выдают, они выдают вам некую сумму тем самым в виде кружек. Если они никак не реагируют на это, то виноват. Ну они, получается, виноваты. То есть у нас получается, что и товарищи рабочие, не будем с них снимать ответственность, виноваты в том, что они не защищают свои права. Причем права не какие-то там не социалистические, не коммунистические. Ну, права, так сказать, владельцев и продавца своего товара. Вы продаете свою рабочую силу. Ну так вы возьмите деньги туда не... А нам не надо. Ну, чем вам не надо, а им надо. У некоторых такая арабская психология, что пишут вот что мне делать, я хочу уволиться, долг по зарплате три месяца, а меня застроят еще две недели работать. Я говорю, как так? Ну, ты пиши не заявление об увольнении, а уведомление о приостановке работы. Это... Иди куда хочешь. Я боюсь. Так, как что-то боишься? Сейчас этих уведомлений в Донецке, в Луганске боятся как огня, чтобы это не спровоцировало массовые действия. Вот, напиши, и за тобой сами будут бегать, что давайте лучше уволишься, вот тебе деньги и все, и давай разбежимся. Нет, я боюсь. Есть и такие, конечно. Но это мы отвлеклись. Я хотел сказать... Нет, мы не отвлеклись. Это правда жизни. Правда жизни такая, да, что... Почему люди боятся? Боятся, что на них будут как-то воздействовать. громадное большинство рабочих, громадное большинство боится этого ничтожного меньшинства. Но уже задумываются, уже смотрят наши ролики. Когда те, кто так сделали, как было разъяснено, написано бланк удостоверения, бланк это уведомление, напечатан. Еще у нас в канале Фонда Рабочая Академия все это было вывешено, тоже самый бланк повешен. То есть списал, отдал, все. Уже нет такого человека в Донецке и Луганске, кто не слышал про Горбочую партию России. То есть положительные моменты есть. Но я хочу сказать о другом положительном моменте. Это буржуазное противодействие с отменой этих демократических норм, моратории на исполнение решений судов, отмена уголовной ответственности за неуплату вовремя заработной платы. Получается, что они нам создают препятствия в реализации этой приостановки работы до полного погашения долга по заработной платы препятствия по реализации этих уведомлений. Чтобы никакого препятствия они не создают. Вот вы меня опять перебиваете, Михаил Васильевич, хотя у вас микрофонов нет. Я все не пытаюсь перейти, к чему мы следующему додумались-то. У нас, получается, с этой сверхэксплуатацией не только такие ужасы по выплате заработных плат. Ну и еще ужасы по то, что в оборудование шахты, заводов никто не вкладывается. И сейчас в Донбассе, в принципе, нет, товарищи в России, говорят, что и такая же ситуация во многом и здесь. Но в Донбассе нет ни одной шахты, ни одного завода, где не нарушается техника безопасности, где не нарушаются нормы охраны труда. И уже точно нигде всем нормам и международным противоречат, что никто не может заставить человека опускаться в шахту, если это грозит им в жизни или здоровью. Или там идти к Мартыновской печи. Поэтому мы перестроились и говорим, что давайте так, давайте при основном к работе вы начинаете по основаниям нарушения техники безопасности и нарушения норм охраны труда. Причем разработали уведомление, а потом стоп, какое уж уведомление тут индивидуальное. Пишите лучше акт, как минимум три подписи, а еще лучше больше. То есть мы уже тут сразу выходим с индивидуальных единичных таких моментов уже на коллективные. Правда это еще пока на практике массово еще мы не реализовали, но я думаю, что это большая будет перспектива и мы это сделаем. Обязательно. Вы законно должны знать права свои и обязанности на правила. Все должны. Так, вы познакомились с тем, какие у вас условия труда. Вам можно работать при таких условиях? При такой технике или нет? Очевидно, что нет. Очевидно. Значит, кто нарушитель, если вы будете работать? Он работодатель. если вы начали, то и вы тоже. Какой работодатель? Я вышел. Работодатель? Как только вам оторвет руку или нового, скажет, сколько раз я ему говорил, делеги себе. И задним частом журнал напишут техники. Нет, я вас спрашиваю, вы почему нарушаете законы буржуазные? Наверное, и советские нарушали. Он вообще все время нарушал. Я запомнил его в белом свете. Не был бы в белом, я бы, может, не запомнил. И вас запомнил вторичневым тоже. Вы тоже нарушаете нормы охраны отрода? Кто тут нужен опять? То есть люди все кого-то ждут. И потом вот эти вот рассказывали, это знают очень грамотные люди, такие как товарищ Войсковский. Там наверху что делается, знаете, там над нами облака, вот сейчас с сегодняшней ночи, плазма придет, солнце накроет нашу землю, там много чего делается. Вы-да почему работаете, когда вам не заплатили? Вы работаете? Вам платят. Вам не платят? Вы не работаете. Что тут непонятно? Что непонятного? Я не знаю. Я вот по своей профессии должен объяснять. Я уже не знаю, что нужно делать? Перевернуться, что ли? Вывернуться наизнанку? Что тут еще объяснять? Почему вы работаете? Вы работаете, если он не платит? Одновременно с нашими объяснениями там же... Почему вы врагам трудящихся все время помогаете? В чем дело? Вам что, за это платят в другом месте кто-то? В чем дело? Как это получается? Одновременно просто у них начинает... Сговор какой-то там есть против вашего... Глава республики, директор шахты, председатель инспекции по труду всем говорят, что нет сейчас такой нормы, что можно пристановить работу. Да не нам ничего... Сейчас временные трудности... Не надо ничего приостанавливать, не надо ее вести, потому что если вы, я так сказать, у вас нарушена там норма, неисправная техника... А, вот это да, уже никто ничего не скажет. Ну, что еще говорить? На неисправной технике не будете работать. И все. И весь разговор. И вот когда шахта или завод приостановила работу, тогда уже можно эту приостановку развивать. Потом вы хотите дезавуировать вообще великую победу шахтеру шахты комсомольской. Ну, что с ними сделали-то? Они все деньги... Единственная шахта, которая получила не часть, а все. Все. Они сидели под землей. Ничего. Работают спокойно. Ничего. А что сделали, скажем, вот там-то несколько шахтеров были взяты на подвал тогда, когда была эта акция. А вот они сказали, мы не выйдем, пока их оттуда не вернут. И денечки нам все они заплатят. Всех людей вернули, газеты отдали. Не, газеты не отдали. А на газеты не отдали-то, да? Отдали машины, телефоны. Генеральному прокурору. И, так сказать, нашему уже. Так что имя занимается. То есть, кто там выиграл? Ну, там, где дружно люди выступают, они выигрывают. Ну, это же борьба или не борьба? Противающие чем разрешаются? Борьбу. Или заглядывание в книжки. Как, я мальчик. Просто очень тяжело раскачать весь коллектив. Вот когда весь коллектив уже раскачался, хотя бы там остановился по причине невыплаты зарплаты через уведомления, или по причине нарушения норм охраны труда, тогда уже можно добавлять эти требования. Сам никогда не раскачается. Не, ну, понятно, что все... Поэтому мы должны люди грамотные, образованные. Мы зачем вот получаем эту всю науку там в красном университете? Ну, чтобы людям хотя бы помочь объяснить им то, что они сами до этого как-то не могут додуматься. Это такой простой вещи, что вот вам может руку оторвать, а вы работаете. Пусть починят, а вы будете сидеть и ждать, когда-нибудь. Никакой приостановки работаете, особо делаете. Жду, когда-то... Когда, кстати, закончите мне, мне работать надо. Вот так докеры делали. Вдруг с утра приходит, начинает проверять. О, и все, и никто не работает. Тут все белые начинаются, а эти записывают в журнал. Того нет, это ломано, это нет. Пошли проверять сколько на трассе должно проволочить. Оборовано, чтобы можно было работать. На 10 сантиметров только одна. Ой, тут две, два раза больше. Все. Там все, повсеместно, да. И так далее. Вы видели исправную технику? Сейчас особенно. А уж там в Донбассе и в Луганске. Поэтому исправная техника. Только за этот год погибло больше 40 шахтеров и сотни травмированы. Ну, если погибли люди, то что может быть страшнее смерти? Нет, страшнее смерти только начальник. Ну, так получается. Так получается. Начальник страшнее смерти. Вы не запугивайте, а то и так запуганные люди. Не, ну, как если люди им жизнь... Они уже вас запугали. Жизнь неценная, или он не боится остаться коллегой, то он дальше может продолжать работать в таких условиях без зарплаты. А если он все-таки... Это людей замучили просто, замученные люди. Он, может, и не боялся. Замученный, не знает безвыходное положение, не знает, как поступить. всего боятся. Поэтому люди ожидают какой-то общественной поддержки. Поэтому без организации, без профсоюзной организации... Я ничего не боюсь, я не знаю, что делать. Скажите, что делать, и все я буду делать. Я-то ничего не боюсь, что бояться-то? Поэтому, раз ничего не делаете, он ничего не... вот у нас таких целый Донбасс, понимаете, Михаил Васильевич? А это вас, что ли? Нет. Ну, уже да. Вынужден признать. Так, а мы... Вы пойдите в этот профсоюз тоже. Наконец-то. Там с вами кто-то работает. Так, а что? Вы же не видите... Вы даже не смотрите наши видеоролики, Михаил Васильевич, вот так вот. Да, я вхожу. Да. А если входите, тогда что-то... Товарищ Бобинов и товарищ Фурса являются сопредседателями нашего профсоюза. Я это мало, понимал. Потому что мало информации исходит от людей, что конкретно делать и чем это все закончится. Да, мы никак не можем всю информацию доложить уже. Вот книжку подарили сегодня. Только в прошлом году собрались год назад. Мы судили и уже какие уже за год сколько изменилось все. Я чувствую микрофон, она уже передавала. Здесь Васькурский сидел. Здесь я сидел. Не надо, не надо. Передаю, да? Так он уже начал. А мы передадим, тогда он будет говорить. Он без микрофона уже не выступает. Да, выступаю еще. А как только микрофон подключат и пошла речь. Красный доктор, товарищ Бобин, пожалуйста. Я представляю профсоюз действий. Это медицинский профсоюз. Не секрет, не для кого, не секрет, что с 2008 года идет оптимизация здравоохранения нас велось к тому, что все ухудшилось. Да, и вот эти вот все вот эти болевые точки. Это ухудшение вот эти в понятиях начинается с рождения. Это ухудшение финансирования, которое прикрывается словами об оптимизации. Ну так как, да, здесь профессор по логике, поэтому здесь сразу же пошли замечания. Да, это не оптимизация. Это оптимизация, да. Я сказал так называемое. Чувствуете, я уже знаю, как с вами бороться. Вот, так называемая оптимизация, да. Вот здесь, как вы сказали, так называемый профессор. А вы видите, что это не так. А вы я. Ну и, соответственно, медицинские работники находятся в такой же ситуации, как и шахтеры в Донбассе, и шахтеры Кузбасса. Они также умирают, но умирают не так быстро, как это происходит, и травмирование идет именно в шахтах. Они умирают долгой мучительной смертью, но по принципу тоже. По такому же принципу, то есть люди работают на полторы-две ставки, когда ты очень сильно уставший, плюс у тебя, допустим, суточное дежурство, когда ты уже не понимаешь себя на третьи-четвертые сутки по этой работе, то, соответственно, идет, допустим, укол или порез инструментом, зараженным, ВИЧ, гепатит, туберкулез и тому подобное. И, например, микс гепатита С, гепатита В, в 15 лет человек умирает от этой болезни. Поэтому, если медсестра укололась в 25, то в 40 уже она, в принципе, и умерла. Ну и, соответственно, перед медициной стоит очень серьезный этот вопрос. И, в том числе, не просто так, вот именно медики, вы видите, по средствам массовой информации, что постоянно идут так называемые забастовки, которые по принципу именно забастовки, то, о чем мы сегодня говорим, забастовками не являются, а это является просто работа по правилам. В большинстве случаев... И это называется забастовка. Да. Экстремисты. Экстремисты. И вот в большинстве регионов, где есть именно профсоюз, мы вот организовываем так называемые итальянские забастовки, которые просто являются работой по правилам, по жестким правилам, то, что прописано в законодательстве. То есть, если ты сейчас начинаешь работать, да, парадокс по законодательству, то сразу прилетают журналисты, приезжает высокое начальство, начинают спрашивать, что же такое случилось, вы здесь начинаете работать по правилам. А это остров законности. Да, остров законности. Что же такое? Это вообще ужас какой. Ну и, соответственно, вот здесь вопрос стоит у нас перед профсоюзом действия основной, вернее, не основной, то есть, мы можем вспыхнуть, мы можем начать эту забастовку, то есть, работа по правилам. Да, ну да, именно. Итальянская. Итальянская. Но, опять же, не забастовка. Не забастовка, да. То есть, мы начинаем работать по правилам, но, опять же, ради чего? То есть, у нас как раз и стоит основной вопрос, как же закреплять вот эти вот все, во-первых, выдвинуть требования, во-вторых, если мы этого добиваемся, то, соответственно, как закреплять. И здесь вот, еще раз повторюсь, Рабочая партия России именно рекомендует то, что вот я провожу вот эту линию Рабочей партии России именно в профсоюзе действия. То есть сейчас появилось такое понятие, которое для всех уже понятно давно, ну для большинства понятно, в Рабочей партии России, а для медиков было совсем непонятно что. То есть разговор идет о коллективном договоре. То есть даже если взять вот нашу успешную такой профсоюз, именно первичную профсоюзную организацию в Пензе, в которой вступило одномоментно больше тысячи человек, вот они как раз вели успешные вот эти вот мероприятия, работают по правилам и добились улучшения условий и каких-то поблажек, но при этом они не знали, где это закрепить. То есть им рассказывали про какую-то мифическую дорожную карту. Давайте мы придумаем мифическую дорожную карту. Идите, да, да, идите по этой карте, вот давайте вот к этому числу мы что-то по дорожной карте, ну и вот эти вот, можно вот товарища профессора спросить, в каком вот разделе находится документов об обороте юридических вот документов в дорожной карте. Это можно услышать, когда рассказывают о переговорах иностранных делегаций. Так. Американская, английская, там такие слова употребляются. А теперь они у нас как бы используются, взяли на вооружение. Взяли на вооружение, да, что вот дорожная карта, это так модно, и сейчас мы как бы все, все вот, мы подписали дорожную карту, а на самом деле... Понимаете, что вы по карте пойдете по дороге и заблудитесь. И заблудитесь, да. У них же своя карта, сейчас они вам там напишут. Но и в итоге во всех, во всех регионах, где вот эту дорожную карту там хотят соблюсти или тому подобное, плюют в итоге на эту дорожную карту, нигде ничего не выполняется. То же самое было и в Петрозаводске, то есть они эту дорожную карту чертили где-то месяца 8, и когда в августе все поняли, что ничего там не выполняется по этой дорожной карте, то они тоже пошли работать по правилам. Ну вот сами подумайте, вот если я представитель правящего класса, значит, если вы сделаете коллективный договор, и он будет законным, то не выполняя коллективного договора, оно выследуется, да. То есть можно требовать от администрации предположения мер наказания. Администрации должны отчитываться от выполнения договора. Коллективный договор входит как лакальный нормативный акт в систему права. Единственное, что он самый исчезающий, такие как собрастворяющий. Три года и все. Три года и все. Поэтому надо все время, так сказать, поддерживать тонус и делать. А тут вот, дескать, карта. Раз карта, значит, люди начинают представлять, что они прямо в генштабе, как-то, это хорошо, это хорошо. А кто-нибудь должен выполнять это? Нет. Рисуйте картинки. Это как дети, как-то пришли в детский сад, и дали карандашки сведенные. Хотите, так рисуете, хотите, так рисуете. Вот так же поступают с медиками. Ну и, соответственно, вот они 8 месяцев рисовали такую карту с министерством. И в итоге они вошли в итальянскую забастовку, и сразу все забыли про эту карту и начали выполнять их требования. Единственное, что в Петрозаводске они в итальянской забастовке были 4 месяца, то есть, серьезный такой подход был. Там участвовало 20% коллектива. И им пришлось сидеть, ну там не 4, где-то 3,5 месяцев с итальянской забастовки, 20%. А в Пензе участвовало больше половины коллектива. И когда там, понимаете, участвует больше половины, то там закончилось все на третий день. То есть, на уступке от министерства пошло на третий день. При этом говорилось по дорожной карте, что нету средств никаких, ничего. Тут же нашли больше полумиллиарда на повышение заработной платы. То есть, понимаете, да? Ну, так и есть, как не было средств. Да. А вот они. Да. Так и бывает. Ничто переходит в беде. Но оно само-то не переходит. Да, да, да. Противоречие, да. По дорожной карте не переходит. А по коллективному договору. Ну и, соответственно, вот, например, в Пензе, да, ну вот, насколько важны вот эти коллективные действия, которые называются итальянской забастовкой, на самом деле, понятно, работа по правилам. И когда, понятно, медики начинают работать по правилам, сразу вся система начинает рушиться. Вот это вот все, что построили по так называемой оптимизации, сразу все, просто сразу все разваливается. И, соответственно, они три месяца сидели за столом переговоров. По каждому пункту переговаривались, переговаривались, переговаривались. Когда пришло время подписывать именно коллективный договор в Пензе, им пришли, принесли другой договор, вот так вот положили на стол, говорят, ну, то, что мы обсуждали, ладно, мы вот другое принесли, сегодня мы подписываем наш коллективный договор. И положили... Подписывайте ваши. Да, им сказали, да, вы подписывайте, а мы как бы встаем в свою очередную итальянскую забастовку. И они такие подумали, ну, уже был опыт, они же уже показали, что они могут, и за ними большинство. И сразу же, то есть, ну, сразу же это как? То есть, это нервы были следующие. Это им принесли, допустим, 8 часов утра об этом объявили, а подписали они где-то часов через 14. То есть, вот это вот противостояние было, ну, как бы все сказали, нет, нас это не устраивает. Стояли или сидели? Ну, сидели, стояли, лежали, ходили, хлопали дверьми. Но все было понятно, что коллектив был извещен о том, что что-то тут вообще уже обнаглели. И вот эти все переговоры ни к чему. И коллектив сказал, ну, все, уйдем в забастовку. Ну, то, что называется забастовка, да. Слово такое громкое, но вот эти вот коллективные действия. И коллективный договор был подписан. Да, ну, я раздеваю. На условиях... Это не забастовка. Ну, это не забастовка, да. Это работа по правилам. Да. То есть, говорят, что... Правила для чего делаете? Чтобы вы выполняли. Правильно? Ну, потому что еще, да, еще вот... Ну, почему вы раньше не выполняли правила, товарищ Боргин? Потому что я преступник. Нет. Как-то нет. Вы были преступником, а сейчас вы выполняете? Нет, не выполняю. Не выполняете? Нет. Не, ну, тут основной, что на данный момент все медики стоят в преступном сговоре с администрациями больниц. И вы тоже, да? И я тоже в том числе. Я поддерживаю. Да, и поэтому вот этот вот нюанс, нюанс никто не понимает, что мы в основном стоим в преступном сговоре. Я думаю, что у нас тут достаточно людей, чтобы не выпустить преступников. Это сердечное признание смягчит. Ну, понимаете, то есть мы идем на сговор, не понимая вот всей серьезности. Это вот последняя ситуация такая. Вот то, что вот такое на слуху. То есть у нас в Москве фельдшера два года назад судили за то... Ну, то есть там куча всяких юристов интересных, да? Они могут там придумать всякое. Ни для кого не секрет, что работают многие, ну, многие бригады скорой по регионам работают по одному. То есть медики работают по одному. По нормам, да, по нашим приказам должны работать по двое. То есть если ты приезжаешь на вызов, то, соответственно, в четыре руки реанимационные мероприятия приводят к успеху в большем проценте случаев, если ты приезжаешь один и не знаешь, что-то схватить, ну, так условно выражаясь. Приезжаешь один, на 23-м часу своей работы. Вот я хочу спросить, есть вот... Не только здесь кто присутствует, а всех, кто сботан. Вы хотели бы, чтобы к вам приехал, когда вызвали врач скорой, который 23 часа уже на работе? Чего вы какую-то хорошую ситуацию описали? Хорошую. А если на 47-м часу приезжает работа? Двое сеток подряд. Я и понял, как вы злостные мероприятия, вы сами сознали. Ну и, соответственно, он приехал, с фельдшера один приехал на такой случай, где нужны были реанимационные мероприятия. Ну, понятно, что многие реанимационные мероприятия ничем не заканчиваются хорошим, но конкретно здесь была семья, которая решила, с юристом, которые решили это дело раскрутить по полной программе. Ну и вывели все на следующее, что скажите, товарищ фельдшер, а вы знаете, что вы по приказу должны были вдвоем приехать еще с кем-то, да. То есть, вы, зная вот это, пошли заведомо на нарушение. От вас идет это все, от вас. Организованная группа лиц. Да, да, и вы уже заранее знаете, что вы нарушаете, и вы, нарушая, уже садитесь в машину и едете нарушать дальше. Ну, значит, вы виновны, и как бы вот вы преступная группа, вы как бы, да. И водитель тоже с вами вместе? Нет, водитель нет. Как нет, он вас ведет туда? Нет, он свою инструкцию выполняет, а мы свой нет. Он же не медный едет? Да, и он не медит. И в непосредственной полосе. И в непосредственной полосе, да. Ну, я к тому, что мы являемся именно нарушителями, стоим в преступном сговоре, и тем самым сами же вот медицинские работники, как бы вот своим согласием немым проводим вот эту неправильную политику, которая ведется сейчас, ну, в том числе и в сфере медицины. Это вы каетесь сейчас, что ли? Крещусь. Как и все шахтеры в Донбассе, на всех шахтах нарушена техника безопасности. Ну, все могут. Я раньше думал, что виноваты капиталисты, потому что они в погоне за прибыль, алчные и так далее, нарушают условия труда, техники безопасности, правила, трудовые договора. Капиталисты виноваты, но капиталисты под них ничего бы не сделали. Мы сами, сами это все. Им же помогают. Это не помогает, это пособники. Пособники. Пособники капиталистов. Преступник, вор. Не хотят деньги забирать свои заработанные. Да. Работают сверх нормы, не понимают своих обязанностей. То есть, есть, например, понятие обязанности. Вот взял бумажку и прочитал, у тебя обязанности. Вот сейчас мы разбираемся, да, забастовку. Мы подходим не то, что к забастовке, а просто к коллективному договору во Всевышевской больнице, это здесь под Питером. Санитарка, я спрашиваю, где ваши обязанности? Получите свои обязанности на руки. И тогда я вам скажу, что вы делаете по своим обязанностям. Подписанная бумажка. А что вы делаете не по своим обязанностям? Выясняется, что она по обязанностям делает, ну вот она санитарка, а потом не по обязанностям. Она же буфетчица и она же уборщица. То есть, получается, она убрала туалет и пошла раскладывать еду, не по обязанностям, нарушая все. И еще она будет ворочать этих пациентов и убирать все, и возить трупы, как, допустим, санитарк. То есть, она действует кучей обязанностей, при этом она даже не получает деньги за выполнение своих обязанностей. Ну, не своих обязанностей, да, расширение вот этого всего. Она даже эти деньги не получает. То есть, она работает за троих. Об этом она даже не догадывается. То есть, то, что про Сахановсов рассказывает. Это все фигня, да. Это все мелочь. И еще на полторы ставки. То есть, если это все пересчитать, то она работает одна за четырех с половиной лиц. То есть, когда для трубящих... И отняла у других таких, которые могли бы устроиться уборщицей. Как для трубящихся что-нибудь сделать, так слабо. А только для капиталистов. Да, вот одна за четырех, то есть, лишила еще трех с половиной, да, вот три с половиной ставки. Могли бы устроиться люди, работать, нет, она это все сделала и получила за дну. И умерла там на своей работе вот от этой вот сверхнагрузки. Ну, просто это невозможно. Эти же, вот эти все нормы, которые мы пользуемся сейчас и просчитаны в Советском Союзе, они не из потолка взяты. То есть, например, одна бригада на 10 тысяч. Что это значило в Советском Союзе? Одна бригада на 10 тысяч населения. Это вот рассчитано эмпирически, что при любом случае, вот что бы ни возникло там в городе, там в селе или тому подобное, всегда на станции есть одна свободная бригада. Вот, допустим, 60 тысяч населения, должно быть 6 бригад. И это вот при любом раскладе, одна бригада всегда стояла на станции и выезжала к умирающему человеку. А сейчас мы это все по капиталистическим нормам, вот это все... Мы, да. Они же пособники. Пособники, мы все пособники. Мы это все притянули, да, вот это все здравоохранение притянуло к случаям. И понятно, что столько не надо бригад. Почему у вас постоянно стоит одна машина на станции? Пусть она работает. Чего это она не работает? Пусть она работает. И вот сейчас вот конкретно эпидемия, конкретно тот момент, когда нужны свободные бригады, ни одна, ни две, да, там, а много вообще просто бесконечно. Вот сейчас во многих регионах, соответственно, скорой помощи не хватает, именно бригад скорой помощи. Вот. И, соответственно, перед профсоюзом действия... Я думаю, что... Зато когда пособники организовались, за 14 часов вновь и коллективный договор. То есть это огромная сила, которая в таком состоянии... Значит, у нас сейчас 8 часов, в отличие от вас, мы закон будем соблюдать. Хорошо. Сейчас у нас перерыв на 10 минут. И после перерыва больше уже рассказывают, как у нас плохая жизнь какая, не будем. А будем так сказать? Что делать? Что делать? Да? Перерыв. У меня форма борьбы еще такая хорошая, не бороться. Просто я не могу работать. Не противодействовать. Нет, почему не бороться? Наоборот. Она есть? Вот, есть правила. Вот это вы такой смелый. Я, например, не смелый. Я закон никогда не буду нарушать. Слезачем я? Лучше умру. Лучше умру, но работать не по закону не буду. Что вы скажете? А вы меня толкаете нарушить закон? Пишите мне приказ. Приказ. Она крутая. Пишите. Пишите. Никто не любит писать. Нет, напишите мне. Вот что вы хотите мне сказать? Напишите приказ. Написали приказ, да? Вот теперь подпишите, и я пойду с ним в прокуратуру. Теперь. Давайте, товарищ Бобинов, я сейчас в прокуратуру. Сами самолично написали. И в вашем приказе он туда. Вот пусть они, они же, так сказать, фурса рассказывают. Листки у них. Ничего, ничего, никто не подписывает. График. Я говорю, ну вы как, вы берете этот график, я сказать, съедят. Ну как вы берете, график нету, нет подписи. Так я такие графики вам напечатаю. Сколько вам сейчас график дам, и вам там график, и вам. У меня нет проблем надавать график. То есть, можно сказать, что это безобразие царит. Народ надо поругать. Народ, понимаешь, на это опустился. После советской власти просто. У меня к тому же, у меня на работе лестниц не было, и стеллажи скользкие. Лестницы, соответственно, падают. Там у меня, я говорю, на складе стеллажи. Стеллажи, они скользкие. И на них ставится обычная алюминиевая лестница. Алюминиевая лестница при наклоне влево-вправо, она начинает ходить. Но там я начал как раз сражаться, что нужно купить нормальную лестницу, которая будет с запорами. То есть, которая катается. Сначала, мне мой коллектив не надо, не ходи. Я дурак, я пошел и сходил, и сказал, надо. Сказали, вам точно это надо? Я сказал, да, нам надо. Все решили? Да, все решили. Я ни у кого не спросил, но не важно. А что спрашивают? Вы же единогласно решили? Да. Я сказал, что у нас два человека просто падали. Поэтому я считаю, что единогласно решили, что нам нужна лестница, чтобы больше не падать. В итоге нам сегодня как раз выдали эту лестницу. Нет, вот те двое против, они потому что не на смерть. Они не против оказались, когда лестница появилась. Слушай, я помню, что был такой смешной случай у меня на скорой, но я не помню, в чем смех. Короче, мужик на такой лестнице, он залез, там была плитка, он залез по этой алюминиевой лестнице, что-то лампочку вкручивать, и она у него поехала вот так. И он с большой высоты вот так вот приземлился и сломал две руки. А в чем смех-то был? Что-то мы ржали-то. Наверное, когда везли, еще сломали ногу. Ну, что-то там было смешное у него, какая-то ситуация. Ну, примерно так получается. Вроде как мы смеемся, а ситуация какая-то. Паховые люди не выполняются, не добиваются, не требуют. Как безбрамотные люди, которые вообще не знают, что... Мне очень мало затыдят, что мы все пособники. Ну, кроме вас, естественно. Я и коньяни, я-то не пособник, я. Ну, а что, так и есть. Не выполняем же, мы же в немом согласии постоянно. В немом согласии, да. С нарушениями постоянными. Например, нельзя, ну, по трудному кодексу нельзя работать во вредных условиях больше ставки. Да. А медики все работают на полторы-две ставки. Как-то. Не все. Не надо. Хотите себя оправдать. Есть один, два, три медика, которые не работают. Есть. Вот надо их выделить и дать им... Уже медаль, да? Медаль за соблюдение законов гражданной России. За соблюдение законов. У нас почти никого нет, кого наградим. Это КашП, надо попросить, у них медалей много всяких. Да, да, да. Они бегут ходить. У казаков. У казаков, да, да, да. Мне кажется, вот с этого тезиса можно очень мощно агитацию, пропаганду вести и проскручивать что-то большее. То есть, ты или пособник преступления, что ты жалуешься? Да, он, конечно, так. Оторвет тебе руку или заразишься гепатитом. Ну, здесь видишь, как Михаил Васильевич говорит, вот этот тезис, он не сразу доходит. Вот сейчас вот он говорит, что, ну, я не хочу нарушать закон, пишите мне приказ, чтобы я его нарушал. Ну, вот как вот это, да, вот как это, сразу не допирается, нифига. Вот ты сидишь на рабочем месте и так не понимаешь вообще, как, как. Вроде все логично, а как, непонятно. Но до конца не прочувствуешь этот момент. То есть, это надо с этим более растолковывать дольше. Потому что я от него этот тезис слышу уже, как бы, не первый раз, но... Вот как это на рабочем месте? Я пособник преступников. Я состою с вами в преступном сговоре. Ну, прямо статистику приводить, вот сколько людей потерялись в дороге или там вообще лишились жизни в похожей ситуации? А вот-то я, когда мы метрострои-то, вот это, проводили, вот эти все мероприятия, я же там с Шахлёрным встречался, они говорят, у нас оборудование в основном примерно от 74-го года. Представляешь? 74-го года. Я посмотрел, что были за машиной в 74-м году, там копейки на улице, знаешь? А они все до сих пор вот этим работают. И показывают, какие они там правые ребята, знаешь, там какая-то, ну, не хватает что-то, они там... лебёдку через какой-то блок крутят, там что-то падает, они ржут, вот так. И вот так вот они строят метро, высокотехнологичное. Понимаешь? 74-го года. Противоизводительных технологий. Ну, это метрострои-питерский, противоизводительных технологий. Ну, и Шахтёры вот эти, которые там на видеокамер-то сняты, что-то там все далеко от выполнения техники безопасности. Да. Там не так ведь поход, ничего. Он там копается внизу хладкость. А под землей никто же не видит. Стополь с землей творится. Это очень мощный катализатор для организации коллективных действий. Соблюдение охлаждения. Я, когда приезжаю на скорую, на стройку, на несчастный случай, он уже лежит в этом, в каске и с этим, с обвязанцем. Ему быстренько это все. Да, да, да. Уже сделали в новое, и все. Не одевали. Здесь пыли, здесь еще, да? Еще, да. В последний путь. В последний путь, да. То есть там и скорую вызывают в первую очередь, а бегут и одевают, и все. Ну, понятно, да, конечно. Продолжаем. Ну вот, я думаю, что в первой части нашего круглого стола мы рассмотрели ситуацию, какая сейчас, с соблюдением прав работников, трудящихся, и выяснили, что, конечно, виноваты те люди, которые организовывают так производство. Но виноваты и те люди, которые не требуют, сами не соблюдают те нормы, обязанности, права, которые есть. И тех, которых нет. А что говорить о тех, которых нет, если вы не соблюдаете даже те элементарные обязанности и права, которые защищают человека, обеспечивают ему заработную плату, которую установила буржуазия. Потому что ей нужен здоровый рабочий, чтобы они не умирали, а они бы все время гнали прибавочную стоимость. Вот тот, кто почитает книгу Энгельса «Половление рабочего класса», он почитает гораздо более страшные вещи, чем сейчас вот рассказывается. Гораздо более страшные вещи. И Энгельс думал, что это приведет к какому-то быстро, к какому-то мощному изменению после этого. Но потом он увидел, что нет, не так. Но изменения в условиях труда и в оплате и так далее очень сильные произошли. А то, что там описано и описано, оно просто неописуемо. Вот, то есть картину мы видим. Значит, поэтому если мы будем продолжать дальше описывать печальную эту картину, то мы будем тогда присоединяться к тем людям, которые это закрепляют, освещают. И, дескать, ну куда денется, так придется жить. Вот. На самом деле вопрос стоит в том, что каждый человек, если он человек, он, между прочим, как человек, не только он должен познавать, отражать мир, но его преобразовывать. А если у вас стоит вопрос о том, чтобы его преобразовывать, так в соответствии с интересами чьими? Так вот, трудящиеся, которые все создают, все материальные и духовные блага, должны преобразовывать мир в соответствии со своими интересами. А что с нетрудящимися? Ну, если это не дети, не пенсионеры и не больные, тот, кто не работает, тот не должен есть. И это же справедливо, поскольку он никаких благ не приносит обществу, он не имеет права на существование. И общество с такими, с таких людей освобождается. Ну, а поэтому вопрос стоит о том, чтобы люди, где бы они ни были, на какой бы они ни были работе, что бы они ни делали, они должны человеческое достоинство свое сохранять. И никогда не забывать, что кроме того, что вы рассказываете, какие плохие, там, наверху, сбоку, справа, слева, то каждый человек еще несет ответственность за то, что происходит, в том числе и на своем заводе, в своей брикаде, в твоем обществе, в твоей стране. И поэтому мы не должны с вами забывать то, что изучаем в Красном университете, что сущность человека общественная. Общественная. И надо действовать не в соответствии с тем, что я отдельный индивидуум, затерянный в мире, а что надо действовать в соответствии с общественной сущностью людей. А если действовать в соответствии с общественной сущностью людей, то мы сразу ставим вопрос, что надо не излагать, не просто отражать мир, потому что мир отражает, ну вот если вы после дождя в лужу заклянете, в любую, там очень так отражение будет очень хорошее. Ничего такого особенного у человека тогда не дает, если он просто отражает мир. Он не сильнее этой лужи. А вот тот дворник, который проходит с веником и выметает эту лужу, он уже преобразователь мира. Вот я думаю, что вот эта мысль о том, что мы должны заниматься преобразованием мира в интересах трудящихся, эта мысль, она должна материализовываться в действиях. Теперь также давайте посмотрим на то, что мы обсуждали. Вот люди боятся, то, сё, не умеют. Мы что, будем сейчас обвинять всех людей? И так мы уже пообвиняли, что они нарушают закон. Даже не забыть никак теперь это. Но мы же должны понимать, вы выведите людей, помогите им выбраться из этого. Это правильная будет постановка вопроса? То есть помочь людям из этой беды выбраться. Есть беда в стране, беда на каждом предприятии, на каждом заводе. Поэтому беда у каждого в семье. Потому что как у него ипотека взятая, а руку ему оторвало. И вот и всё, и что? Это безвыходная ситуация совершенно. У нас что, нет случаев, когда прыгают с балконов, те, которые раньше взяли ипотеку. А нет ли таких случаев, когда прямо в коляску бросают коллектор и через окно бутылки с зажигательной смеси. То есть страшные вещи царят. Значит, как? Стоит такая задача. Первая задача какая стоит? Некоторые сразу горячие головы. Надо организовать забастовку. Люди не могут правила выполнить, а вы забастовку. Ну как можно вообще сразу переходить? То есть можно ли рассчитывать на то, что люди готовы к тому, чтобы вот такое серьёзное средство какое-то употребить? Не готовы. А на что готовы? Ну давайте подумаем, на что готовы могут быть люди. Ну вы поговорить можете со своим работодателем? Ну в одиночку тоже не готовы. Ну коллективно-то давайте. Есть такое понятие, коллективные переговоры есть в Трудовом кодексе. Оно не в разделе, где коллективно-трудовые споры. А это какие споры? Просто вот мы пришли к родному отцу нашему и поговорили. Вот, например, отец наш родной, он с нами как говорит? Вот он приходит к вам и говорит, ну, дорогие мои, тысяча человек у вас. Мы все вместе работаем на этом предприятии. Я вот волей судеб хозяин, капиталист, а вы работники, вы всё создаёте. И это наша общая лодка. Но вступили тяжёлые времена, два варианта есть. Первый вариант, закрываем это предприятие, я выезжаю на Багамы. Поскольку у меня там есть комнатушечка маленькая, мраморная. Яхточка небольшая, с подводной лодкой. Ну, а уж вам придётся тут вырывать. Но второй, и это всё будет по закону. Вы понимаете, что это по закону будет? Это же моё предприятие, частная собственность, священная, неприкосновенная сейчас. Согласитесь? Что вы не знаете, какой у нас сейчас строй, какой закон? Ну, есть второй вариант. Ну, мы же с вами вместе. Значит, со следующего месяца будет на тысячу рублей меньше зарплаты. Ну, товарищ Дмитрий, не умрёте же, если будете на тысячу рублей меньше получать. Умрёте? Всё, вас вычёркиваю. А вы не умрёте. Ну, и всё. Вот, это вычёркиваем, увольняем. А все остальные, ну, кто хочет, кто хочет оставаться в этой нашей лодке, будут получать, ну, все, кроме того, товарища Дмитриева, вы не подходите к кассе уже, я дам распоряжение, чтобы там зря бумагу-то не писали и не рассчитывали. И всё на этом. Считаем. Сколько я получать буду, как капиталист, со следующего месяца? Плюс тысячу умножить на тысячу. Сколько будет? Шесть рублей. Ну, сколько, как называется-то? Миллион, по-моему. И вы хотите, чтобы я этот миллион бы не получал, когда его вот так вот отдают все? Ну, представляете, как тяжело, как мне тяжело. И то, не всегда это, и на такие вещи идут капиталисты. А ведь всего лишь поговорить, и вот, допустим, разговор состоялся в июне, а с июля, в июле миллион дополнительный, в августе дополнительный миллион. Учитесь жить, во, как надо жить. Раз, 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 и в шесть месяцев шесть миллионов. И что я сделал? С народом надо поговорить. У нас хороший народ. Это сейчас Михаил Васильевич учит капиталистов ещё больше эксплуатировать людей. Я рассказываю. Рассказываю. Так вот, первый шаг, раз люди у нас такие доверчивые, а они доверчивые такие. И всё слушают, и считают, что это хозяин, барин, родной. Значит, первый шаг к коллективным действиям какой? Переговоры. Потому что люди учатся не из вот, из круглых столов. И не в красных университетах, а из жизни они учатся. Вот посылаем. Вот вы согласны? Вот вас и посылаем. В вас вы согласны? Кто ещё согласен со мной был? Ну, такой добрый, любит меня. Вот вас, вот вы смотрите, так хорошо. Вас пошлём. Вот его пошлём. Вообще подозрительно, конечно, что там он скрылся. Ну, посмотрим по ходу дела. Короче говоря, вот пусть они идут на переговоры. Вы читали раздел Трудового кодекса «Коллективный переговоры». Будем считать, что читали. Тот, кто не читал, прочтёт. Вы читаете нормы. Какие там нормы? Очень хорошие нормы. Отлично. Просто замечательные. Значит, ну, во-первых, у вас закон… Можно я пойду на переговоры? Можно, но вам для этого, товарищ Бобинов, сначала нужно собрать более 50% членов коллектива, подписи собрать под требованием начать коллективные переговоры. По какому вопросу вы хотите? По скорой? Да какая разница? Нет, большая разница. Если у вас нет никакого предмета, никаких переговоров не надо вести. Пример, может быть, вот вы сначала выработать должны какие пункты, что вы хотите. Вы хотели бы попросить своего родного этого хозяина, работодателя, вот скорых количество увеличить, время сократить, сменности изменить. Так, не заставлять работать одного на двух, на трёх работах, а на полуторах это раз, два, три, четыре, пять. То есть, если вещь идёт о переговорах коллективных, то надо поставить туда серьёзные, хорошие пункты. Отпуск за вредность. А? Отпуск за вредность увеличить. Молоко за вредность. За вашу вредность. За улучшение. Работодатель? А я думал, вы мне хотите увеличить за вашу вредность. Сразу согласился. То есть, переговоры, ну, кто будет возражать в коллективе, чтобы пойти к хозяину, с ним поговорить, тем более по закону. Что тут, какой героизм нужен? Вот вы на это не способны на такой разговор. Вам сразу... Мне сразу убить хочется. Вам хочется убить, а надо подойти и сказать, дорогой мой. То есть, ну, согласитесь, что это первый шаг. Если вы... Мы констатируем, что люди настроены в таком ключе, что они верят, доверяют тем, кому нельзя не верить, не доверять. Всяким жуликам, проходимцам. Из кого сделаны-то эти самые наши капиталисты? Кто они? Кто они были-то? Из МНСов, которые никогда в науку не могли пойти. Есть даже такой анекдот, как встречает... Встречается два человека. Один заведует кафедрой математической, а второй – миллиардер. И вот завкафедрой математической говорит, слушай, вот ты же ведь дважды два не мог умножить. Как бы он мог стать миллиардером? Ну, откуда у тебя такие деньги? Да очень просто этот отвечает. Я за два доллара покупаю, за четыре доллара продаю. И на эти два процента и живу. Надо ему узнать эту вашу математику? Не надо. Короче говоря, вот первый шаг на абразуру надо бросить самых любящих, любящих своего хозяина. Почему? Потому что вот они пусть и живут свои иллюзии. Они. Государство наше, с учетом той борьбы класса, которая была, там хорошие вещи в кодексе записало. Переговоры могут дойти до трех месяцев срок. До трех месяцев идти на переговоры. Сабланты и по среднему тем, кто выделен коллективом. Поэтому, значит, надо составить такую бумагу, что Иванов, Петров, Сидоров, там, ну, шесть, семь, нет никакого ограничения. Ну, тут тоже надо меру знать, так вы всех на переговоры и всем платить, потому что освобождаются от работы с оплатой по среднему. О чем это вы говорите три месяца? Сейчас объясню. Вы не знаете, что говорите, посмотрите на мою работу. Что вы на самом деле? Какой три месяца разговариваете? Сейчас я вам выясню, что делать. Значит, что делать должны эти товарищи три месяца? А им должны оплачивать три месяца. Вы лучше добейтесь того, чтобы было по закону, чтобы вот эти вот первые победы должны были, чтобы те шесть человек, которых освободят на переговоры. Вы переговоры от себя будете вести или от всех? От всех. Вот ходить будете по всем местам рабочим, с каждым разговаривать. Каждый день. Вот в течение всего времени. А раз в неделю, два часа, будут встречаться с генеральным директором. Под протокол? Под протокол, конечно. Вот как вы думали. Под протокол. А протоколы все хорошее записываете. Все хорошее, что будет. И какой будет, такой и протокол. Это переговоры. Если на переговоры, значит, с чем люди идут? Вы будете что-нибудь требовать, если у вас переговор? Нет. Нет. Просить. Просить. Ну вот. 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 А вот вы испорчены уже. Вам обязательно. Дайте нам. Дайте нам. Дорогой товарищ. А можно нам вот фартуки? Потому что нам нельзя. А вот другой товарищ. Попросите. Меня он не слушает. Вы меня не слушаете, но вы мне будете три месяца платить зарплату. Это вам наказание. А то устроим забастуху. Никакие. Что вы, что вы. Последних распугаете своими забастовками. Никаких забастовок. Значит, вот наши лучшие товарищи. Некоторые не могут добиться того, чтобы на переговоры вот шесть человек выделено было, им платили по среднему. Докеры никогда не ведут бесплатные переговоры. Никогда. Я не знаю, что бы докеры вышли на переговоры, и им бы не оплачивали. То есть им соответствие с кодексом. Они знают, что иначе будет. Тот же самый Федотов у меня был дипломником. И Трудовой кодекс России, проект был. У него диплом работы по юриспруденции. Поэтому там такого не бывает. Как это там не заплатить? Если не будете платить, то мы ждем. Как, может быть, не заплатить, если написано в законе? Короче говоря, это первая и большая победа. Что тем, кто любит хозяина и пришел к нему, он, этот хозяин, им хочет не заплатить. Но это уже свинство. Вот, допустим, вот товарищ Дмитрий, он же не любит хозяина. Поэтому и не надо ему туда ходить. И платить ему за это не надо, он злой. А вон он добрый. Пусть идет добрый к своему доброму хозяину и беседует. Но хозяин обязан по закону при этом заплатить до трех месяцев. Но если вы за день договоритесь, так и не надо, и все. А если за два, то не надо за два. Но поскольку вы пойдете туда от коллектива, вот эти шесть человек должны расписать каждый день, что они после каждой встречи должны идти во все бригады и скажете ко всеми людьми разговаривать, всех расписать, чтобы после каждой вот такой встречи раз в неделю, два часа все были в курсе дела, и там вам скажут, а вы что сказали, а вы почему так сказали, а вы почему согласились. Там вам многие скажут, вот вам добрым, а вы такой добрый, за чей счет, за наш счет. Потом те люди, которые будут с вами разговаривать, им-то легче разговаривать, чем с хозяином. Их послать к хозяину, они тоже сидели вот так на цыпочках, дрожали. А тут вот он придет, чего ты мне белую маску надел? Сразу видно, что я скрываю свой полный намерен. Они не работают три месяца, мне обидно будет. Конечно. И он не работает, и он не хочет даже ничего отстоять наше. Вот люди. Короче говоря, это очень важная вещь, которую нужно использовать. Коллективные переговоры. Я не знаю сейчас, вот кроме докеров, больше я веду спечеров, никто этим не пользуется. Все начинают сговорить, вот мы сейчас будем что-то делать. А тут ничего делать, идите поговорите. За шесть зарплат. Какие-то сказки рассказываете, товарищ профессор? Нет, я вам были рассказывать. Еще раз повторяю, ни разу докеры, ни разу, ни в одном случае не выходили на переговоры без оплаты. Собрались шесть человек, пошли... Не собрали, не собрались шесть человек. Ну ладно, мы собрали эти подписи, сейчас, ребята, мы пойдем за вас... А вы еще не собрали, эти подписи будете собирать три месяца. Собрать подписи, под бумагой, где написано, что вот наши... Вот наши... Месяц уйдет. Вот наши... По каким вопросам? Наши просьбы. Допустим, если бы вы требовали, вы бы попросили повышение заработной платы, реальной. Значит, индекс инфляции плюс пять процентов. А просить будете полтора процента. Вот просьбы все записали, мы все... Вот восемь пунктов, девять пунктов. Сколько придумали? Ну это понятно, но подписи есть. А дальше пятьдесят процентов. Более пятидесяти процентов надо подписаться. За двумя вещами. Вот за эти вот пункты, по которым провести переговоры, по этому, по этой группе вопросов, и за то, что участниками переговоров будут Иванов, Петров, Сидоров и еще три человека. Итого шесть. Вот на этой бумаге обозначены, о чем вы будете разговаривать и кто будет разговаривать. И вот когда это будет подписано, то если вы идете, то вы обличены коллективом. Это уже другая картина. Это не то же самое, что на одиночку идет просить. Он идет от большинства. Но это большая работа. Но и работа не опасная. Не надо только торопить события. Давайте эту работу проведем. Вы же хотите, у вас сейчас первое, что у людей возникает, нам не дадут, нам не делают. Ну идите поговорите. Ну не дадут и не дадут. Что плохого? Ну что плохого? Ну не дадут вам ничего. Так вам их сейчас не дают. Как зачем? Вы не пойдете, он пойдет. Потому что он хочет зарплату получать за три месяца. А вы идите работайте на него. Потому что вы злой. Не любите вы своего работодателя. Он любит. Ну это что, зависит коллектив? Во-первых, подписи забрали. Подписи. Коллектив не любит этих шестерых. Все вот эти. Потому что они не работают. И ничего не добились. Но любит того, кто их вот там. Да. Можно замечать? Они сговорились. Можно. Когда я лично обсуждал насчет коллективных действий за повышение зарплаты. Мы уже на своем предприятии ведут такую деятельность. В простых разговорах все плюс-минус как-то не соглашаются. Послушали и хорошо. Когда им даешь какую-то бумажку, они... И спрашиваешь, подпиши, если согласен. Они уже начинают задуматься и слушать. Задавать вопросы. И вот это... Потому что на самом деле, если вы прочитаете внимательно весь трудовой кодекс, там все операции от имени коллектива идут по этой схеме. Потому что следующий этап будет какой? Выдвижение требований. Ну, вы, наверное, знаете итог этих переговоров? Можете, наверное, предположить, что по итогу переговоров будет такой. Ну, может, какой-то пустяк примут. И люди все будут плеваться. Будут все плеваться. И те люди, которые были самыми добрыми по отношению к своему эксплуататору, будут самыми злыми. Поэтому это очень... А люди хотят сразу вот получить. Сразу получить за требования, за забастовку. Ну, как вот. Вы можете сразу запрыгнуть на десятый этаж? Я, например, на десятый этаж запросто могу пойти по лестнице. А запрыгнуть не могу. Но у нас есть товарищи, которые хотят раз, прямо туда. Вот прямо туда так не получится. Это же с коллективом. С народом надо работать. Вы с каким собираетесь с народом работать? С который есть или с которого нет? С первой конной армии. С первой конной армии отбирать надо. Вот мы отбираем. Вот потому вот если подписал, можно брать в армию конную. А если не подписал, даже поговорить, все, даже разговора не может быть. Вот. В обоз. В обоз пускай там все остальное выбирают. Короче говоря, вот такая задача стоит. Перед коллективом провести коллективные переговоры. Для этого составить документ, определить там 6, 5, 4, 3. Ну, надо, чтобы было много, чтобы они чувствовали себя не одиноки, не боялись. Ну, 7 давайте поставим. Что-то четное число не смотрят. Давайте 7. Вот 7 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 7 пунктов, и 7 человек. 7 пунктов, 7 человек написано. И дальше подпись идёт. Сколько экземпляров таких бумажек? Два. Два. Потому что один может порвать. Вот когда у вас будет последняя подпись, вы принесёте мне, а я так возьму, так раз, а вы мне раз из кармана копию этого, а подлинник у вас дома в сейфе. На, ничего вам, сколько надо еще? Мы же всё знаем, мы знаем, как бывает. Поэтому это очень ценный документ. Очень ценный документ. Это вот люди, которые подписали, второй раз вы пойдёте, ну что, просить будем снова? Не требовать уже. Ну, так требовать, так надо требования сформулировать. А вот, а требования такие, смотрите, если мы просили полтора процента, покрыть инфляцию, плюс полтора процента, 3 или 5? 5. 5, правильно. Требовать будем. 7. Будем 7 требовать, 4 получим. И всё повысили. Всё повысили и пошли по тем же людям. Те люди говорят, правильно. Мы просили полтора, он, сволочь, не дал. 3, 5. Уже как бы немножко прокачанное и обозрённое. Ну, конечно, ну, конечно. Снова по этим же людям. Новые пришли, а другие наблюдали, какое-то движение идёт. Это же больше половины коллектива надо. В этом, с одной стороны, это вот трудная работа, потому что вот там так усложнили. То есть, как устроен кодекс? Он никому ничего не даёт. Но кто сорганизовался, тем даёт. Потому что всё равно у вас не получится. А вот взялись, сорганизовались, и получилось. А почему раньше-то об этом не говорили? А вы не спрашивали. Вы хотели сразу обаставать? Да. Так. Значит, понятно. Первый этап ясен. Прошли. Где его надо пройти? И в Луганске, и в Донецке, и в России. Не забывайте, у нас три народных республики. Китайская народная республика, Луганская народная республика, и Донецкая народная республика. Рассказывают, что трудовое законодательство не работает. Правильно рассказывают. Никогда трудовое законодательство нигде не работает. Везде работают люди. Да. Все это сказки. Это сказки. Если сказки, это что? Работает законодательство. Работает. Законы не работают. Законы не должны работать. Сами должны работать. Первый этап. Первый этап – это изживание иллюзий. У тех, кто думает, что можно поговорить и получить то, что тебе положено по закону. То есть, просто так, поговорив, получить то, что тебе положено по закону, невозможно. Вот это, известно вам такое? Григорий Вячеславович, что просто так, если вам положено по закону, а черта зла вы получите. Просто так. Это что значит по закону? Либо в суд надо идти, или какие-то штуки делать. Ну, в суд нам зачем идти? Вы же знаете, чей суд? Суд буржуазный. Чего вы туда придете? Вам шапку на глаза натянут, и можно выиграть иногда в этих судах. Это долго, но заготовится. Где только не подавали, что у нас нет спецодежды. Уже все, во все там. То есть, все знают, что у вас нет спецодежды. Раньше нет, не знали. Нет, раньше не знали, это было чрезвычайно. Но сейчас все знают, все привыкли к этому. Вот чего добились. Правильно? Да. То есть, сейчас вам скажут, что нет и не будет. Да, так и говорят. И у вас уверенность в завтрашнем дне. Да. Так, этап второй. Вот теперь, когда закончился этот процесс, Прусть ушла на него не более трех месяцев. Потому что больше вам... Ну, по идее, можете еще переговоры сделать, тогда надо менять эту шестерку или семерку. И новых. И можете продолжать дальше. С этим согласятся работодатели. Дескать, болтайте, лишь бы у вас с нас деньги не тянули. И они будут считать, что это болтуны. Болтуны. Короче говоря, нет, ну у докеров был такой случай. Они, вот, требования были большие перед забастовкой. И администрация, пусть еще мы будем платить, потянуть это дело. Потому что там корабли остановятся. Это страшное дело. Они же понимали, чем дело закончится. Ну, поэтому вот этот этап завершился. Следующий этап, второй, какой? Ну, те, кто говорили, что надо просить, проиграли. Началось коллективного спора. Всем стало понятно. Вот всем стало понятно. Вот все. Кто ходил, кто говорил. Самых добрых тогда, только собирайте вот эту вот, семерку. Самых добрых, которые больше всего любят. Но вот если вы любите работодателей, вам и идти. А если он злой на него, ни за что. Это не требование. То есть требования отклонили? Мы на этом этапе уже. Какие требования? Просьбы отклонили. Переговоры ни к чему не привели. Я думал, мы уже о требованиях говорим. Сейчас будем говорить о требованиях. Это надо сформулировать. То есть просьбы мы превратили в требования. А значит усилили все. То есть противник должен знать, что если вы. Если вы не сделаете в мягкой форме, значит будут просить вдвое больше. Это нормально. А если еще не сделаете, еще будет больше страданий. Короче говоря, значит поменяли мы бумагу. Идем, бумага уже мы об один раз обходили. Уже это профсоюзная работа. Ходить с народом, разговаривать. Вот теперь такие требования. Все знают. Ну если больше половины подпишут. Бесплатно теперь я хожу. Конечно бесплатно. Вы хотите. Так вы же уже. Я пока бесплатно. Потому что требования бесплатные. А просьбы платные. Выходит это бесплатно. Но если вы проходите. И если начнется у вас по ним коллективный трудовой спор. По этим требованиям. Вот тогда будет за деньги опять. Три месяца. Три месяца. До трех месяцев. И если не договорились. И еще продолжаются переговоры. То еще можно других нанять. И еще. Стоять человек будет. Как бумаги из бастовки с оплатой. Так. Вот значит. Ну понятно. Схема та же самая. Идете вы. Что должны делать. Вот эти люди. Которые выделены. Для организации. Для ведения переговоров. По данным требованиям. Это уже не те. Которые будут вести переговоры по просьбам. А те. Которые будут вести переговоры по требованиям. Другая переговорная группа. Вот эта переговорная группа. Она тоже. Согласно закону. Освобождается. Согласно закону. Принятое нашей родной буржуазии. Освобождается от оплаты. От работы с оплатой по среднему. А вам вот не нравится наш строй. Вам что дали? А вы ничего не берете? А по среднему на тот день, который переговоры идут, или вообще? Вообще. Вообще не работаете. Вообще не работаете. С оплатой и посредством. Как это? Вы работать будете, каждый день будете ходить. Обходить вам коллектив надо. Вот вы со мной поговорили, если я работодатель, два часа. Больше я с вами разговаривать не буду, и вы со мной не будете. И я пойду рассказывать. То есть вы пойдете рассказывать. Где это прописать-то? Что два часа только. А вы предлагайте. А кто будет с вами сидеть больше? А никто не хочет. Не было конфликта у докеров ни разу. Из жизни берем. Два часа. Раз в неделю. В пятницу собрались на два часа. Вон там тебе водичку поставят. Поговорили и разошлись. И так три месяца. Не, ну если быстрее договоритесь, тогда будет два месяца, один месяц. А кто заинтересован, быстрее договариваться? Он не заинтересован. Вы же требуете вон какие вещи. Зачем же это ускорять? Значит, он оттягивать будет. Согласен даже на то, что... Ну, давайте смените, следующий дальше будем говорить тоже по требованиям. Лишь бы только не подставали. Потому что что идет за выдвижением требований? Как только эти требования, так сказать, уже выдвинуты, то тогда появляются сразу обязанности, прописанные уже в трудовом кодусе. Строгие какие? Это не то, что вы будете просто сидеть. В течение семи дней, после того, как вручены эти требования руководителю, он должен издать приказ, в котором указать, что вот этих... Ну, в первом случае он тоже должен приказ об освобождении. Об освобождении от работы вот тех, кто здесь записан. Раз. Второе. Он должен согласиться или не согласиться. Если он даст ответ, что он согласен, все на этом заканчивается. Спора не получилось. Почему вы решили, что не согласятся? А вы не пробовали? Вот, может, вы попробовали? Может, они бы согласились? У нас такие требования были, конечно, не согласятся. Мы же их утроим. А вы не любите своих хозяев? Ненавижу. Ненавижу, не любите. А надо прийти с любовью, так на них смотреть и им такие вот подавать. Меня в Красном университете учили другого, Михаил Вустрич. Не знаю вас. Вы в розетку куда-нибудь ходили, там что-то так прямо все выходят и прямо в вас стреляют. Или ползать надо. А если, к счастью, на брюхе надо проползти, не хотите, хлопом проползти. Вот это, понимаете. Человек высокий, у вас же первые застрелили. Быстрее, чем меня. Потому что я ниже. Ну, где, в какой военной науке вас учили, что надо вот в статусе пойти. Вот до белогвардейцы так шли. Так у нас товарищ Бубинов военный, это не военный. Я десантник, меня на самолете сверху сбрасывает. Вот. Он вообще не полагает. Вот он сверху прилетает и говорит, и тут как раз хозяин работодатель говорит, надо поговорить. Вот это эффект. А нет же запрета. Откуда, как появляется это? Нет запрета. Короче говоря, значит, что обязан сделать работодатель? А, издать приказ о начале переговоров, если он согласен провести переговоры. А если он ничего не пришлет? Пишем акт. Отказался от переговоров? Акт мы пишем само собой, но он, так сказать, уже считается, ничего не надо писать даже. Написано в законе, считается, что начался, вот с момента, как только он не ответил вам, или ответил отрицательно, или не ответил, начался коллективный трудовой спор. Закон на вашей стороне. Ну, а как эти шестеро будут зарплату получать? А это вы должны сначала прийти к нему и объяснить. Вот мы сейчас пойдем, вот, и все напишем на вас в прокуратуру. Сами будете приказы сдавать, или хотите привод будет? Сейчас пойдем в прокуратуру, все напишем. А у вас, вы же, это люди, уже их собрали, шесть человек, а это же не те люди, которые любили. Вот таких как вы возьмут уже. А вот тогда да. Да, ну что? Прокуратуру, конечно, и в прокуратуру, и в милицию, и все. Вот, не выполняй закон, сволочь. Как он может вообще быть? И это и написать, и в совете директоров не может быть. Вообще он не может быть руководителем, он не сработался с коллективом, пришлите другого. Все что угодно тут можно. Стоять можно будет, когда будет дождь, когда вы его перед входом в помещение то встретите, и поговорите, а он никак не может через вас пройти, и будет мокрый весь. Ну, в общем, там уже разные варианты. Это же другие люди совсем по другому. Это уже что? Коллективный трудовой спор начался. То есть, он в любом случае начинается. Напишет он, я согласен провести, ну, тогда он издает приказ, вот, на то, чтобы эти семь человек получали по среднему. Вы договариваетесь, что когда будем, пятницу вы предлагаете? Ну, пусть будет пятница. Нет, пятница, там уже уезжает отдыхать. Давайте четверг. Это вы на вам работать надо в пятницу, а ему-то надо ехать на дачу. Вы должны войти в положение. Все сложно. А, как вы думали? Вы же хотите поговорить с человеком? Душ нужен, да? Вы сейчас научите, и еще один экипаж скорой помощи еще меньше будет. В течение двух месяцев. И вот, и вот, короче говоря, значит, добились вы вот этой оплаты по среднему, тут надо воевать. Это чисто буржуазный закон, тут все есть, все написано однозначно. Трактовать по-другому никак нельзя. А как вы будете разговаривать? Как вы будете разговаривать? Невозможно разговаривать. Нет, это надо сделать. Вот это битва. Но это битва малая. Это же не за улучшение, не за покушение зарплаты, это за сокращение рабочего времени, это за выполнение буржуазных законов. Вы бьетесь, это же хорошо. Хорошо. Напишите президенту, напишите, пожалуйста, что вам не хотят выполнять закон. Самое главное, что пошел какой-то процесс, вокруг которого начали организоваться. И какой-то позитивный процесс. Позитивный процесс организации коллектива пошел вокруг. Вокруг чего? Вокруг содержательных требований. Содержательных. И эти требования могут быть очень просто. Это может быть просто проект трудового коллективного договора. Чтобы уж сразу, если у вас он есть. Но если沒 эту главную. Потому что, как у нас коллектив, мы три месяца или четыре даже рассказывали, что это не саботаж. Что саботажники совсем другие люди. Конечно. Вот у нас, видите, какой проект мы написали. У вас проект. Возьмите, Григорий Вячеславович, у него проектов этих. Громадив. Никак не скажешь саботаж. Наоборот, я всем предлагаю, они саботируют, сволчи. Сто процентов. Саботируют. Ну, как это? Это не допустимо. Пусть рассматривают. Коллектив чувствует, что он в каком-то процессе, начнут появляться даже неожиданные люди. И дальше там все по накатанной. Как идет. Значит, вы собираетесь по одному разу в неделю в течение двух часов. Это не записано. Это так на практике. Так бывает. А потом всю неделю вы ходите по коллективам и рассказываете, как шел разговор, о чем. Вы же не сами себя представляете, а коллектив. Вот она организация коллектива. Для этого нужны освобожденные работники. У вас есть освобожденные работники. Кто освободил? Буржуазия. Буржуазный кодекс. Вот вы работаете с ними. И тем временем, и начинаете, и ведете переговоры. Идете, и вы еще переговоры. Как вы думаете, переговорами можно добиться чего-нибудь? Ну, разве что, три месяца поотдыхать. Как поотдыхать? Люди работают, они все время ходят по коллективу. Просто на умственной работе. Как отдыхать? А так приходилось и работать, и агитировать. А так будет только агитировать. А так только агитировать, да. И что плохого? Хорошо. Хорошо же. Уже семь человек лучше живут. Ну, всех сразу нельзя. Нельзя же сразу, вот всем. Ну, пока еще не до всех. Вот буржуазия живет хорошо, и эти семь человек уже хорошо живут. Уже хорошо. А если они перестали к коллективу ходить, значит, с ними договорились. Да. 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 Купили. Но дело в том, что коллективу этот разговор, когда туда приходит свой человек, он ему говорит, ты что же, ты что вообще рассказываешь? Ты почему так? Это вот сам бы он ни за что так не стал говорить, если бы его послать. А ты что промолчал? Почему ты это не сказал? Почему ты это не потребовал? Тебя послали. Ты, между прочим, деньги получаешь теперь. Или стали приходить к коллективу. Или что, ты перекрасился? Ну, начали рассказывать, что не, начали пакаться. 7% намного попросили, давайте все-таки 4,5%. А я видел, так сказать, на переговорах было так, что в первом контейнерном терминале, что вот предложили участники переговоров, давайте вот замдиректора по режиму, давайте вот, вы пойдете сходите, ну, говорит, вот им тоже объясняли, как вы, вот так же объясняли, что трудно, все, они же не слушают, и пойдемте, поговорим вместе. И тот пошел, повелся. О, больше я никогда туда не пойду. Там такое ему сказали. А, коллектив? Да. Значит, на это выделила буржуазии 2 месяца. Это хорошо. Значит, хотя по срокам, которые там расписаны, там ерунда. Неделя, примирительная комиссия, никто не ограничивает, можете примирительную комиссию ввести сколько угодно, но неделю, как минимум, 7 дней. А меня есть можно в переговорочках, кто пожелтел в этот период? Можно, но это надо с нового большинства голосов, если вы так быстро... То есть, мы уже коллектив займемся, уже все... Это не запрещено, но здесь это не нужно. Вы так быстро, да не скорбится так быстро. Вы их купили и все? Ну, потом снова соберете и сделаете заново. Новых куп. И так все мы будем повышать. Новых. Этим, этим повышаем. Всех купить по 6 сентября. Все, по 3 месяца, год в год, отпуск. Отпуск и деньги. Ну, если тысячу за 6 сентября... Ну, это я не... Это теоретически. А практически такого не было. Практически так быстро не скисают люди. Мы же подобрали каких людей? Боевых. Это первые, да, были. Вот первые, которые были за хозяев. Вот они... Ну, уже они ушли. Все. А сейчас идут вот боевые люди. И это вот боевые люди, что им дано? На третий день работы примирительной комиссии можно часовую предупредительную забастовку делать. Никто не знает таких случаев, кто бы это делал. Потому что как забастовку сделать? Да и чтобы один час была, часовая. Человек, если он у нас остановится, он уже потом не заведет. А вы же вчера говорите про арбитраж, там, еще что-то... Это потом. Нет, гоните коня. Это у нас все по порядку. Прямо... Не что я говорю, а я по кодексу говорю. По трудовому. Значит, итак, первое, на третий день уже примирительная комиссия можно. Потом закончилась работа примирительной комиссии. Чем она закончится? Ну, если уже первый этап у нас был, с просьбами ходили, с хоруговыми, ничем не кончилось, ну, какой будет результат работы примирительной комиссии? Скажите, пожалуйста. Примирение. Как это никакой? Ну, как это, товарищи, как, как, надо предсказывать результат, предусматривать. Результат протокола разногласий. Пишется протокол разногласий. Примирительная комиссия такого-то ООО «Красная птица». Так, значит, участники от администрации, такие-то от коллектива, от работников, такие-то пункты. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Да? По первому пункту. Вот позиции работников. Пум-пум-пум. Дать. Позиции работников. Не дать. В этом же протоколе можете краткое объяснение поставить. Можете и не ставить. Нет никакой формы. Лучше поставить. К чему они объясняют? Пусть они сами объясняют. А вы сами объясняете, почему вам дать, а они объясняют, почему не надо вам дать. Второй пункт. И все пункты вы изложили. Но если вы пришли с коллективным договором, а не с семью пунктами, то это может затянуться. Это все дело. Ну и ничего плохого в этом нет. Так. Закончилась примирительная комиссия. Составлен протокол разногласий. Еще недавно записано было в законе, что составление протокола разногласий является основанием для начала коллективного трудового спора. Потом законодатель подумал и убрал. Дескать закончили, написали протокол. Ну и сидите. И все. Все хорошо. Как бы ничего и не было. То есть ходили, сидели, говорили, лимонад пили, послушали друга. Я услышал вас. Тем более вы не говорили сегодня. Мне легко было это услышать. И все на этом закончилось. И вот убрали это. Теперь для того, чтобы начать коллективный трудовой спор, теперь раз вы получили протокол разногласий, отказ администрации. Все. Вы снова собираете. Собираете. А, нет, простите. После того, как вы составили протокол разногласий, вы переходите к следующему этапу. Этап бумажный. Потому что нет таких случаев, когда бы это проходило. Это этап называется приглашение посредника. Приглашение посредника, это значит так. Я вам, вы предлагаете вот того. А я предлагаю того. Вот я, конечно, не буду за того, кого вы предлагаете. Потому что раз вы предлагаете, то ясное дело, он будет вам подслуживать. Ну и, соответственно, я вот того, кого вы предлагаете, тоже не приму. Поэтому таких случаев в практике, чтобы проголосовали за этого посредника, нет. Я несколько раз был кандидатурой на посредника и даже объяснял товарищам из Дальневосточного порта и председателю профсоюза докеров, что я-то не против, но только вы не думаете, что они согласятся. Вы мою кандидатуру предложите, они прямо так и согласятся. Не будет такого. И не бывает. Поэтому пишется бумага. Что вот эта сторона предложила этого, она не удовлетворила другую сторону, другая предложила эту. Но они все согласятся. Не бывает такого. Попов. Не бывает. А, Попов, мы его знаем, такой классный профессор, пусть приезжает. Было другое. Было другое. Договорились, что я у них, у Дальневосточного докера, докер меня будут предлагать. Для того, чтобы я у них был посредником. Они предложили там. И молчат. Больше никто мне ничего не звонит. И я потом звоню председателю профсоюза докеру. Говорю, а что вы это молчите-то? А ну, все, говорит, там. Они решили 2% сделать, и все, на этом мы закончили. То есть решили, раз уже тащат, кого-то из Ленинграда тащат, дело не в фамилии, уже тащат кого-то, черти кого, надо остановиться. И там повысили и договорились. Бывает и такое. Ну, в обычный случай, ни о чем не договорились, следующий этап. Но надо в бумагах написать в протоколах. Если не будет записано в протоколах, вы не прошли этот этап, тогда у вас не пройдена процедура, и ваша забастовка будет объявлена незаконной. Это вы готовите дела уже в суд. На тот случай, если, скажем, будут объявлять вашу забастовку незаконной. Вот идет забастовка, подготовка. Дальше, следующий этап, трудовой арбитраж. Вот, скажем, сидит одна сторона работодателей, вот другая сторона работники. Значит, сторона работодателей должна предложить кого-нибудь, но не из состава работодателей. Вот можете, кого хотите там, любого другого работодателя предложить. Вообще, кого хотите, это ваше дело. Только не из состава, вот у вашего, не из штата. А вы тоже можете, кого хотите предложить. Только, вот, Баськовского, вот он сейчас вам будет хорошим. представителям, да, а вы Бобинова предлагаете. И предлагают, значит, написано в законе, это вы можете убедиться, что написано в трудовом конусе, что если стороны договорились выполнять решение этого арбитража, он проводится. А если стороны не договорились выполнять, хоть кто-нибудь не согласен выполнять, то он не проводится. А третьим лицом там выступает представитель государства, служба по разрешению коллективных трудовых споров. Они где-то в системе Минтруда есть. В свое время вот это была такая более звонкая служба. Сейчас ее никто не слышит, наверное, потому что никаких этих коллективных трудовых споров просто нету практически. И мы хоть, люди еще раз говорят про забастовку, а мы с вами пошли в самое начало, просто в просьбы и в переговоры. А вот на этом этапе никого и нету сейчас с кем поговорить. Служба, а что за служба? Ну, служба, ну идете, Минтруда. Всех обязали к договору. Да, в Минтруда, Минтруда обратитесь, и там вам пришлют. А у меня так получилось, что вот он у меня дипломником был в университете, товарищ Котлобаев, который был в этой службе. И у нас такой был арбитраж, Котлобаев, я еще был, и еще один товарищ, и докеры выиграли арбитраж. И все хорошо. Дальше они пошли. А обычный случай какой? Ну вот вроде как собрали людей, ну как собрали, бумажки собрали на этих людей, соблазие получили письменно и так далее. А никто не согласился выполнять решение трудового арбитража. Вы не будете же выполнять то, что вот эти, если они выберут? Конечно нет. Вот. А вы будете выполнять, если он выберет? Нет. Ну таких дураков нет, поэтому все пишут, что мы не согласны выполнять. Поэтому это тоже проходится этап. И все. Ваши трудовой спор прошел все этапы. Нет, никакой тупик. Какой тупик? К самому интересному подходим. Вот теперь... Все уже уснули к этому интересному. Да нет, коллектив наоборот. Наоборот. Сейчас начинается. Сейчас начинается что? Вот теперь у вас появилось право. Арбитры все разбежались. Нам не нужны арбитры. Нам никто не нужен. Мы теперь должны опять вспомнить, как мы собирали 51% членов коллектива. За? Теперь за что? За то, чтобы провести забасовку по этим требованиям. Требования уже вот эти никуда не деваются. Они так вот, как мы... Или это целые коллективные договоры, либо те вот 7 или 8 или 9. Так вы их тащить будете все время. Пока не выиграете. То есть, значит, вы здесь собираете снова подписи за то, чтобы такие-то требования. провести забасовку по таким-то требованиям. Забасовка. Какая у вас будет? Бессрочная. Бессрочная. Потому что закончится, а вот она продолжит отдыхать. И все, вас суд отменит. Потому что уже некоторые привыкли отдыхать. Бастуем, обастуем. А тут такая... Ой, я забыла же. Сегодня уже кончилось все. Кто это будет помнить в ваш срок? Поэтому только бессрочные, иначе пропало дело. Бессрочная забасовка дополна удовлетворение требований. А это что значит бессрочная? То есть, вот ваш забасовочный комитет будет на всю оставшуюся жизнь. Пока капитализм еще остается, будет у вас такой забасовочный комитет, который будет иметь право в любой момент изменить форму забасовки. А какие бывают формы забасовки? Две. Полная остановка работы. Вам это надо? Потому что это полное отсутствие зарплаты. и частичная остановка работы. Полчаса, час, два часа. Ну, докеры час делали. Час. Это называется частичная остановка работы для целях получения, в целях принуждения удовлетворения тех заявленных требований. Вот и все. В законе сказано, что забастком может менять форму забастовки. Вы этот час делали как? Начинаем не с 7, а с 8. Хорошо. В свободном трамвае едем, уже жизнь лучше стала. Или вечером не до 22 работаем, а до 21. Еще детей увидим. Они еще не спят, может быть. и так далее. Или потом опять в течение за 2 суток уведомить, или за 3 суток уведомить, будем начинать перед обедным перерывом час. Не будем работать. Ну, чтобы прийти, так, спокойно, посидеть, погутарить на дело. Как дело? Как забастовка идет? Так. Заодно и покушать. 2 часа получается у нас обед. Теперь. Потом подумали, нет, все-таки это тяжело перед голодным и желудок разговаривать. Давайте так, еще забастком попросили. Пусть он изменит форму забастовки и после обеда, нет, после обеда этот час поставит, после обедного перерыва ставим туда. Ну, хорошо, и поели. Куда бежать-то теперь? Надо, чтобы это улеглось, все хорошо, спокойно. Вот вы, как урачи, должны посоветовать именно после обеда сделать этот час. Правда? И спрашивать никого не надо. вот председатель забастовочного комитета Нижегородского морозавода Сенков говорит, пришел, представитель ФСБ спрашивает, вы как планируете пускать генерального на территорию или не пускать? Сенков говорит, нет, планируем пускать. Кто отвечает за порядок во время забастовки? Забастовочный комитет и за сохрану имущества работников и работодателей. Там он какой-то контейнер откроет, вытащит что-то, пойдут продавать. Кто будет виноват? Вот на вас и все свалит. А раз у вас не свалили, докеры как сделали? А вот как бригада, это дружина. Ну, раз надо по закону. А раз дружина, значит, надо учебу дружины. пишут письмо руководителю службы безопасности прийти в отдел милиции линейный, где будет рассматриваться вопрос об учении рабочих дружин. Там с милицией договорились, ну и представитель забасткома. Как будем дзюдо обучать, джиу-джитсу, айкидо? Сборка-разборка автоматов. Нет, это не будем пока, пока не будем. Это не планируем. Вы хотите все время как-то сразу а должно вырасти из жизни. Из жизни должно вырасти. Ну вот, не беспокойтесь, как показал опыт Луганской и Донецкой республики, они найдутся, когда наступит такой, не беспокойтесь, все хорошо будет. С чем это вот вставлять, вот так все у нас тихо, мирно было, все вот как-то вы загубляете все. У вас еще никто на переговоры не пришел. Первый кап у вас никто... Боевой крамп стоит. Аврополь называется. У вас никто не пришел на переговоры просто поговорить с хозяином. Еще вы этого не сделали. Корабль он отремонтирован. Вы же помните. Владимир Владимирович приезжал, приезжал, проверил, чтобы он стоял. Помните, да? С Синь Цзинь Пиним. Так что все хорошо. Корабль стоит, все нормально отремонтирован. Все работает. А что самое главное в этой Авроре? Что вы знаете про Аврору самое главное? Что там самое интересное на этой Авроре? Орудие. Да, ну вот, опять все, тоже старая песня. Самое интересное, там указ номер один висит в кубрике. Всем, на всех кораблях, во всех ротах и так далее. Провести собрание и избрать советы, направить представителя в городской совет. О, а вы, орудие, орудие так... А вы, если это... Там, кого направите, тот и будет. Вот, так что, что, сказать, позволяет вам сделать? У вас было в требованиях, допустим, 12 требований, одно требование было такое, перейти к 6 часовому рабочему дню. Так вы избасовку-то проводите сразу? В какой форме? Что работаем 6 часов, 2 часа не работаем каждый день. Все. Одно уже требование можете вычеркнуть. У вас бессрочная избасовка? Ну, все. Вы хотите 6-часовой рабочий день? Ну, все. Это вам гарантировано, буржуазным государством, гарантировано. Вот то, что я сказал, ничего. Какие-то сказки. Какие сказки? От товарища профессора. Вы вообще против науки выступаете, я чувствую. Вы не верите, в истину. Он же посудник. И то, что вы надели красное, это еще неизвестно, это явление. А мы знаем разницу между явлением и сущностью. А вы поскребите некоторых левых. как-то, товарищ Сталин пойдешь налево, придешь направо. И говорю, но товарищ Сталин и другой говорил, что самая левая партия в интернационале это большевистская партия. Вот самая левая. А левее там только леваки в кавычках. Все в кавычках они не настоящие. Ну вот, собственно, и вот мы рассмотрели, какие этапы приводят к забастовке. А там творчество масс уже во время забастовки. Все есть. Еще минимум прописать надо. А, еще две вещи. Значит, надо обязательно перед забастовкой. Уже когда есть забастовочный комитет, все, у вас это все. Как только вот вы вот эти 50% сделали, вам никого спрашивать не надо. Все. Вы останавливаете. Кто может, а вот вдруг приходит ваш хозяин и говорит, ваша забастовка незаконна. А вы ему говорите, а вы кто? Прокурор. Кто может объявить забастовку незаконной? Суд. Только суд. Подавайте в суд. Все. А, в суд все. он проверил. Вот, все. А сколько дней на это у него? А вас, кстати, вам-то какое дело? Сколько обычно? Месяц. Ну, что это? Долго, что ли? Так идет суд. Ну, он в городской должен. Он же бумаги написал. Мне так надо же это все обосновать. Где? Найти нарушение. А не делайте нарушение. Месяц это они только принимать будут, рассмотреть. Да, ну, там все куплено, наверное, за два дня все сделают. Кто? Они бумажки вообще останутся. Мы тоже работаем для этого утина. Разобали на все. Значит, бывает, по-разному бывает, но... Если все заводы станут... Но из этого следует, из этого следует, что вот эти бумаги для того, что для гарантии, чтобы забастовку вашу не скинули и не объявили незаконной, вот делается так. Ну, и тут есть такие фокусы. А вот бывает, что объявили вашу забастовку незаконной. Что написано в кодексе? Забастовка считается прекращенной после того, когда решение суда вручено органу, возглавляющему забастовку. Он заболел. Орган? Да. Нет. Я прихожу, я судебный пристав исполнитель. У меня в руках вот бумага, письмо счастья. Не знаете, Григорий Александрович, где этот сидит у них, этот забастовочный комитет? А вы что говорите? Нет. Я молоток достаю. Нет, ничего. Вы, скажите, вот у него спросите. Я к нему. Вы не знаете, где он сидит? Да. А вы не знаете? Так, я, это, судебный пристав исполнитель, нечего мне с вами разговаривать, у меня рабочий день закончился, я пошел домой. Ему-то это не надо. Они вообще не знают ничего. Им же сделали, их сделали просто людьми, которые ничего не знают о содержании. Вы должны тупо выполнять вот то, что вам сказали. Они говорят, время кончилось, я ушел. Завтра приходят, спрашивают, не знаете, где забастовочный? А может он там, он, кстати, во время забастовки, где вы можете быть? В кафе можете быть? А сколько кафе у нас в Ленинграде? Ой, много. Надеюсь, не все закроют в связи с ковидом, поэтому где-то буржина будет прийти. Все думаете? Тогда можно будет пойти в парк. Парки сейчас не закрыты. Ну, короче говоря, как найти вас? Может вертолеты будут летать и искать, где этот забастовочный комитет? За счет работодателя. Пускай поищут. Короче говоря, только тогда вы прекращаете работу, когда это вручено. А до этого уже есть решение суда. Ну, так написано в кодексе. Решение суда есть, а забастовка идет и идет. Это же красота. А вы все не верите в победу советской власти. Приказ о прекращении забастовки должен выдать забастовочный комитет. А? По решению суда. То есть приказ работника. Нет, уже тут не надо. Если он должен, если до забастовочного комитета это доведено, ну, он, соответственно, говорит, ну, он должен объявить всем и все, да. Без объявления ты это прямой руководитель. Ну, так вы поняли, что наука дает новое для некоторых. хотя это вот новый, вот уже он давно написан. 96-й год. 96-й год. Это забастовка вот на заводе Красная Сормова там портрет. Игошин, сопредседатель Российского комитета рабочих. Это подлинные фотографии. Она поэтому так вот вроде качества не очень. Вот он выступатель такой. Плечи вот такие вот. Здоровый какой. Пришел, говорит, так, мы сейчас будем включать эти заводские гудки. И все включают начальники цехов. Уважали. Ну, вот, собственно, мы с вами разобрали все основные моменты. Тем более, что время наше истекло. И вот я вот говорил, и тут даже никто не потребовал прекратить лекцию. В связи с истечением времени. Ну, что за народ? Вроде как смысл все запугали, Михаил Васильевич. Михаил Васильевич. Так я тут работодатель же. С примирительными комиссиями какими-то. Ну, что, Васьковский, и как? Что будем делать? Что делать-то будем? Бастовать? Или готовиться к забастовкам будем? То есть всякое все, всякое дело требует развития. То есть к нему надо прийти. Какое понимание какое-то. Прийти, развитие. То есть как вот Гегель говорит, что надо взять результат вместе с процессом. А если вы возьмете результат без процесса, не будет результата. Согласны? Ну, вот сделали там газету, опубликовали то, что надо, объяснили манеросы, остановились. А если бы это просто вот сразу не получается. Поэтому простой привыч, если не работает. Народом надо разъяснить. Доказывать, что народ не тот попался, я не советую. Нормальный у нас народ. Будем считать, что мы еще этого народа не объяснили. Я грех со своей души снял. Я объяснил слушателем Красного университета и товарищем, которые имеют толку. Я уже слегка куда-то свою распределил, ну, растолкал. А теперь уже виноватые будут вот эти граждане. А вот вы знаете, никому не сказали, не объяснили, обучались в Красном университете, а народ весь в нищете ходит. Вот. Как вам не стыдно? Так ведь получается? Ну, вот сила науки тоже можно как человеку поставить вопрос. Даже загрустили наши записывающие. А что им грустить? Хороший будет материал, отлично будут смотреть, я считаю. Так. Мы еще не это не рассказали, как из забастовочных комитетов советы будем делать. Это потом. Формировать. Да, это уже все знают. Вот это они, вершки все знают, корешки не знают. Вершки все знают. Там дальше очень просто. Посылаешь представителя этого своего забасткома, там на Авроре тоже, вот там же написано прямо на Авроре. Посылайте своего представителя совету. вот и все. И будет совет. Остается будет городской совет. А дальше уже бывают советы, в которых небольшевики. Они советскую власть не дают. Еще надо, чтобы была партия, которая бы выражала интересы рабочего класса. Первая команда это где? Первая команда на нас нападут уже белогвардейцы. С реакцией была. А сначала будет просто рабочая гвардия на грузовиках проезжать. Вот так. Ну, как, вы же знаете, почему у нас была мирная революция? Потому что Аврора стояла, хороший современный корабль. Войска Северного фронта прислали 500 человек. Красногвардейцы. Какая же мирная. Аж 6 человек за эти сутки погибло. Ну, мы не знаем, от чего они погибли. Может, от страха. А может, от страха. Это, они уже все. Все? Все. Да, все. Спасибо, товарищи, за внимание. Надеюсь, что этот, так сказать, наш разговор будет принят для того, чтобы реализовать это на практике. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.